Всем привет! Зулинс Влог, Революцию Зулин. Привет! Собственно говоря, с очередным выходом нашего вот этого вот подкаста истории. Как видите, мы обзавелись абсолютно модной заглушкой на Твиче, мы обзавелись супер модной штукой, плашечкой наверху, её можно включать-выключать, как я делаю сейчас, это абсолютно потрясающе. Скорее всего, мы будем делать это чаще, чем раньше. Мы что-то сделаем с этим форматом самим по себе, раз у нас теперь есть заглушка, мы просто обязаны. Поэтому следите за новостями в этом смысле. Веб-камеры сегодня не будет, но, возможно, впоследствии будет. Мы вещаем, собственно, от меня, а не от Вани, а, как известно, у меня интернет крайне отвратительный. Поэтому я заранее извиняюсь за возможные проблемы со звуком, с, я не знаю, с картинкой, с чем-нибудь ещё. Мы делаем это вот в таком виде, мы делаем это первый раз, поэтому какие-то косяки могут возникать. Ну, собственно, да, и формат этого подкаста в том, что у нас есть там некоторый список тем, некоторые, да, но мы хотим, как бы, сделать большую часть, построить на интерактиве с вами, поэтому, если у вас есть реплики-вопросы, присылайте их в чат на Твиче или в Твиттер. Да, и как раз я зашёл в твой Твиттер с твоего Айпада, так что я могу тебе его передать, и ты можешь им пользоваться, наверное. А, окей, клёво. Только там Wi-Fi надо включить. Ага. Ну, займись. Или в Твиттер, twitter.com.slash.mrzulin. Можно там всё это смотреть. Теперь смотрите ситуацию. У нас ситуация. Кто такой Найтбот, и почему он пишет, что Витас Рак? Это бот. Я не знаю, почему он это пишет, но он, в общем-то, прав. Да, он, ну, ты видишь, что бот? Окей. Что? Что происходит в этом чате? Я ничего не понимаю. Модератор, главный модератор нашего канала, собственно, сейчас включает Найтбота и проверяет, как работают все его команды, которых он туда напихал. Вот, на кучу. Так что, ну, да. Найтбот. Я хочу забанить этого бота. Можно? Можно? Нет, пусть работает. Окей. Да, так вот, ситуация. Ситуация заключается в том, что некоторые из вас, возможно, застали наше появление внезапное на Твиче в этой трансляции час назад. Мы тестировали аппаратуру, и мы там проболтались, что мы, в общем-то, сейчас уйдем пиццу заказывать. Мы заказали пиццу, но мы ее еще не привезли. Поэтому к основным каким-то темам, которые мы приготовили, о которых мы хотели поговорить, мы, наверное, чуть попозже продвинемся, а сейчас, если, как бы... Опа! Похоже, привезли. Окей. Ваня, развлекай людей. Я пока что поставлю это на стоп. Мы сейчас буквально вернемся. Да нет, ты можешь развлекать людей. Да о чем мы с ними разговаривали? Алло, Господи. Сейчас, мы к вам. Пицца приехала. Мы будем ее периодически здесь жевать. Ну, короче, развлекай, я пока займусь вот этими коробочками. Так ты козел, я хотел предложить то же самое, только в другую сторону. Да, я успел раньше, поэтому... Да. Ну, ты, собственно, можешь рассказать про то, что мы будем обсуждать сейчас, так как все уже приехало, и мы, в принципе, можем переходить к нашим основным топикам. Да, у нас... Да, главный основной топик, с чем пицца. Тут спрашивают... Сейчас, как Ник, чувак, так быстро чат идет, я не могу. Кто-то спросил, с чем пицца, короче. Объясни, с чем пицца, ты ее сейчас пробуешь. Но конкретно эта пицца с пепперони и томатным соусом, и это очень клево. Или это салями, я не знаю, по-моему, это салями. Но она довольно соленая, так что я думаю, что это салями, а не пепперони. Ты же знаешь, что слово салями не от слова соль. Да, но салями, тем не менее, соленая. Это правда. Ну вот, а пепперони, она, собственно, острая. Окей. И еще есть пицца на сливочном соусе, которую Ваня почему-то не любит, но я... Потому что она называется шаверма, я имею в виду, какая пицца... Это пицца, которая называется шаверма, да, это довольно отстойно. Но вот в том месте просто, где мы берем, ну действительно, как бы... Но это одна из лучших пицц, я ничего не могу поделать. Я говорю, они все, что сложнее... Все, что вы должны знать о том, где живет Витас, это сюда возят отвратительную жирную пиццу. Она не жирная, она скорее сухая, но она все равно не очень вкусная. И здесь отстойный интернет. Так что вот две вещи, которые вы должны знать о месте, где живет Витас. Нет, ты неправильно сформулировал. Тут вопрос в том, что сюда только одно место доставляют. Тут на самом деле нет выбора никакого. То есть капитализм не процветает. Но мы живем в России, поэтому, в принципе, это неудивительно. Посоветуйте доставку пиццы в Москве. Я не знаю, по поводу в Москве, это вам вот Синикл Мэн ответит. Потому что он живет в Москве и он знает за пиццу. Ну что. Собственно, о чем мы... О чем мы сегодня? Мы, как вот, ну мы с Ваней и многие из вас, я думаю, разделяете с нами это впечатление. В принципе, большие поклонники студии Атлус. И, ну, большинство того, что они делают. Конкретно серии, например, там, Шин Мегамитенций и Персона, да? И я читаю чат параллельно еще. Потом про Грин Фандангар ремастер, ребят. Потом, пожалуйста. Да, чуть попозже. Мы сейчас про Атлус. Мы сейчас про Глориус Джапанис Гейминг. Глориус Джапанис Гейминг, который недавно, ну, буквально вот несколько дней назад, в интернете появился очередной трейлер для Персоны 5. Очередной? Это разве... Это не первый трейлер, а именно трейлер? Это первый... Ну, это первый технически, я полагаю, трейлер, именно трейлер в плане, как там показан каким-то образом геймплей. Но раньше были тоже ролики. То есть были... Был этот ролик с тремя стульями, где выбор, выбор есть, как бы... Что? Там был ролик с тремя стульями. Я не помню. Я не помню такого. Был, точно было. Я имею в виду, если бы я увидел, я бы так пошутил, я бы запомнил. Видимо, я бы... Ну, надо тебе показать. Ну, там на самом деле ничего не... Что? Я обращаю внимание видосам. А, ребят... Там бот, что ли, реагирует на слово Аркания? Да, на... Собственно, на команду Аркания. Команда дает бота пишется через воспитательный знак, так что это очень смешно. Окей. Тут нас поправляют, что пять стульев было в этом тизере. Ну, несколько стульев, в общем, было в этом тизере. Этот ролик содержит в себе actual gameplay. И это было крайне интересно. И... Ну, это вот действительно то, по какому поводу я испытываю то, что в интернете называется Hype Train. Да, потому что там... Я по Metal Gear, в принципе, не... У меня нету такого, ну... Раздутого чувства ожидания. Ну, начнем с того, что в Metal Gear ты поиграл гораздо позже, чем ты играл в Person. Ну, это да, и как бы Metal Gear... Ну, знаешь, Person я тоже не застал в момент, когда ее должен был застать, честно говоря. Так что как-то вот, ну... Так. Да, и, собственно, вот этот самый новый трейлер... Мы хотим, собственно говоря... Мы хотим сконцентрировать на нем внимание, да, и показать, что он нам рассказывает. Более того, учитывая, что у нас есть обалденская, теперь, штука, которая позволяет транслировать видео, мы даже попробуем этот трейлер вам показать. И периодически ставить его на паузу, чтобы комментировать. Теперь, я понятия не имею, насколько это получится технически. Ну, давай попробуем. Есть только один способ. Тут написано стрим, в котором тишина. Тишина? Алло? А, нет. Я не знаю, нас слышно или нет? Я думаю, что нас слышно. Ты, главное, вот так у меня спрашиваешь, как будто я нас слушаю. Не, я просто у чата спрашиваю, потому что... Меня всегда беспокоят эти вещи. И еще задержка эта, то есть мне... Мне нужно задать вопрос и ждать. Нет, тишина. Нет, не тишина. Тишина. Слышно, слышно. Окей. Хорошо, очень много, очень много. Мы попробуем показать этот трейлер. Транслировать вам его в виде... Видео сюда, на этот твич. Я не знаю, насколько это законно. Но просто попробуем это сделать. Я первый раз работаю с ОБС. Я не знаю, как все это. Ну-ка. Смотри, работает. Это Айзер Клаза, повторяю. Айзер Клаза, блядь. Собственно, то есть здесь уже спекуляции, да, то есть как бы на протагонист или что. Ну, скорее всего, это протагонист. Скорее всего, это протагонист, да. На самом деле, это один из самых таких, ну, красивых роликов. Как сказать, вот... Ну, я не знаю, даже... Это что-то вот как... Это скорее опенинг к аниме, чем трейлер к игре, да. То есть мне на память пришел вот тот, помнишь, опенинг, который я тебе показывал к аниме этого года буквально. Я забыл, как оно называется. Там про бильярд варменов и прочие штуки. А, да, я понял, про какое это аниме, но я точно не помню. Безумно стильный опенинг. И, собственно, здесь похожая история некоторая, да. Нет, в образ ТПК не будет. Я от той персоны никогда не выходил ТПК, играя через эмуляторы. Да. И вот мы, собственно, видим, кстати, графику. Это, я так понимаю, игровой момент. Да, это шелл-геймплей, как бы. Практически весь этот ролик, ну, за исключением очевидного, каких-то очевидных моментов. Ра-ра-ра-кац. Ну, вот, вот, нарезнул 2D-шки, наносованные вот эти штуки. Девочка похожая на Катерифю. Естественно, они, они должны... Да, да, да. Они, сука, на пастах на балтию, я не могу. Я имею в виду, они должны были обязательно вставить в игру хоть какого-то персонажа, который будет меня бесить. Который тэдди, да? Да, с самого начала до самого конца, ей-богу. Ну, есть мнение, да, что, как бы, вот этот код, он похож сейчас. Я хотел сделать все это, вот, паузы чуть попозже, но... Где она? Давай отмотаем назад, давай отмотаем назад. Хорошо, по-пу-пу. Я хочу, чтобы они это тоже видели. Нет. Вот. Ну, почти. Ну, почти. Упс. В общем, код. Как сказать? У меня есть такое впечатление, что он... Ну, что он не будет, как бы, местным Тэдди. Да? То есть... Потому что Тэдди бессил тебя, потому что он был очевидным комик-релифом. И он шутил очень экстраординарно хорошие шутки про... Ну, вставлял слово «медведь» во все предложения. Да, только на английском, поэтому это работало. Ну, и как бы... В основном он издевался над словом «берли» и, откровенно говоря, уже на третий раз меня это сдолбало. У меня есть... У меня есть человек, который озвучивал этого... Ну, на английском языке. На английском, да. Озвучивал его. Я надеюсь, что он горит в аду сейчас. Я не думаю. Потому что... Я имею в виду... Пошли в жопу собаки! Да, вы будете. Это Зулесулок всегда есть. Собаки, коты. Ну, хватит жевать пиццу. Make your point. Я пытаюсь думать, но собаки и пицца меня отвлекают. Тедди не был клевым. Хомяш. Тедди никогда не был клевым. Он был клевым, когда он вылез из медведя. То есть, когда он стал человеком... Когда он стал человеком, он... Ну, на меня он произвел очень приятное впечатление. И все. Голубоглазый блондин, в принципе, мне не так много надо, чтобы на меня впечатление произвести, но тем не менее. Да, вот я вообще не понимаю, почему ты после этого занимаешься какими-то обзорами. А, собственно, ты и не занимаешься обзорами, так что на этом все правильно. Но на меня он вообще никакого впечатления не произвел. Сначала это был просто такой комик-релив персонаж. Очень не смешной комик-релив персонаж. С довольно раздражающим голосом. А, в аниме он был клевым. Наплевать, я не смотрел аниме, я играл в игру. Как сам персонаж, ну, в смысле, как игровой персонаж он был так себе. Ну, что у него там? С него нельзя было снять этот чертов костюм, когда ты с ним в данж ходил. Разве? Да, нельзя было. Окей. Я имею в виду, может быть, можно в персоне Голд, но я был слишком... Мне было слишком наплевать в тот момент. Я ставил свою любимую подборку команды, как бы, для... Самая начальная скрабская команда? Нет, нифига. Нет? Самая начальная нет. У меня были все девочки. Вот. У меня были девочки и я. Это то, как я хочу, чтобы моя жизнь протекала, в принципе. Но могу позволить себе только видеоигры. Огромные монстры, которые ваншотят тебе хама, и, например, они входят в твое представление об идеальной жизни? Нет. Хорошо. Иначе это было бы странно. Это была, по-моему, Че, это была Юкика, и это была... была, Наута. Наута, да. Была, да. Ну, да, моя мысль в том, что я не думаю, что этот код будет, ну, практически новым Тедди, да, просто потому, что... Во-первых, посмотри на сам тон игры. То есть, как мы вот по этому трейлеру видим, и сейчас мы его досмотрим, она... Я уже как-то говорил тебе, да, в приватной беседе, да, на тему того, что игра производит впечатление, как будто от нее взяли вот какую-то тональность, да, третьей персоны, и... Ты имеешь в виду все эмо? Ну, типа, да, то есть она более мрачная. Она определенно выглядит чуть-чуть более мрачной и чуть более, ну, такой... Не знаю, как... Третья персона. Более. Более эдалт, да, какой-то. Четвертая персона, она более детсадовская, да, но она гораздо более стильная. То есть там очень вот хорошо с визуалкой, со всеми этими делами утрясено. И пятая персона, вот этот трейлер, он производит на меня впечатление, что они нашли, ну, какую-то среднюю вещь. То есть я не думаю, что такой откровенный комик-релиф, как Тедди, будет возможен в пятой персоне. Но, может быть, и будет. Но я не думаю, что это будет вот настолько тебя раздражать, как Тедди раздражал. Ты же понимаешь, что это японцы, видишь? И что? Японцы могут уничтожить абсолютно все. Ну, японцы, блин, это же не Square Enix, это Атлус. Атлус пока еще ничего особо не уничтожили. Ну, да, согласен. Пока что. Пока что. Пока что. Но у них есть кредит доверия. У них есть все шансы, чтобы... Давай досмотрим пока что. Ну, да, да. Я скажу так, что во вторую, я не играл первую, играл во вторую. Она отличается, начиная с третьей, пошел вот геймплей и такую, знаете, очень даджевый данный, вот этот ролик. То есть очень много прямых коридоров и фигни. Вторая немного по-другому работала. Ну, окей. Огонисты игры. Офигительный трейлер, на самом деле. То есть, я не знаю, я надеюсь, что было более-менее нормально слышно и видно. Офигительный трейлер? Ни хрена не понятно. Но трейлер офигительный. В смысле, это один из тех видов трейлеров, по которым ты вообще не можешь сказать, во-первых, о чем будет эта гребаная игра, в принципе. Как и во всех японских играх, по-моему. Мы можем... А, тут жалуются, что видос орал, и нас было не очень хорошо слышно. Окей, еще раз, мы первый раз делаем это с ОБС, мы со всеми этими видео делами. Мы разберемся, простите. Чего мы можем сделать, как бы, из этого трейлера, на что можно положить глаз? Во-первых. То есть, первое, вот что, на чем я... Я смотрел трейлер в первый раз на Ютубе, я поставил на паузу ровно на этом моменте, потому что это, ну, одна из самых... Да, определенно. Это был один из самых интересных... Одна из самых интересных вещей, которые... Ну, не то чтобы самых интересных, но одна из самых информативных. Я попробую ее найти. Где она? Ты хотел менюшки. Да, я хотел... Я хочу найти менюшки. Я убрал звук просто сейчас, чтобы не... Да, вот. Что мы можем понять из этой менюшки? Во-первых, ну, знаешь, от общего к частному, да? Во-первых, мы видим, что в пятой персоне... Если в четвертой персоне все было желтое, да? То есть, там, ну, желтый иногда голубой цвет, но там реально весь стиль, вот он был желтый. Был абсолютный такой, там, пчелиные менюшки, все такое. Здесь все красно-белое. То есть, здесь такое... Я сейчас удерживаюсь от политического юмора, вот, очень-очень сильно. А, я так чувствую, что ты... Там... Я даже не знаю, как это сказать. Ну, кому там слава в персоне? Не знаю, героям определенная слава. Первое, да, первое, что мы видим, это стиль. Он теперь более гранжовый, более красно-белый, и это то, о чем я говорил, ну, в том числе, то, о чем я говорил, когда говорил, что игра выглядит более adult, да, более мачур. И... Это, скорее, хорошо, потому что... Да, здесь в чате писали, что... Ну, я назвал, что... Кстати, я обратил внимание на чат. Нет, я не смотрел «Токийский гуль». Извините. Посмотрю. Четвертая персона на фоне третьей казалась слишком лайтовой все равно, несмотря на то, что ты всю игру там ловишь, действительно, маньяка, который там убивает людей. Вы, скорее всего, это слышали, я прошу прощения. Маньяк, который убивает людей и что-то такое делает, но все равно, блин, там... Там школьники, там милашествуют, все вот... Такая вот есть слово на английском языке «lighthearted». Вот она была... Lighthearted. Ну да. Она такая легенькая была, такая, блин, простая, и для понимания, и для восприятия. Ты не чувствовал какой-то прямо угрозы, опасности, нависшей над городом. Она... Какой бы ни была атмосферная четвертая часть, она не поддерживала вот эту вот... Третья гораздо более атмосферная. То есть вот именно в вопросе атмосферы я скорее... Там скорее просто атмосфера другая. Там атмосфера более давящая, там более темные тона, такие в третьей персоне. Для меня просто это и есть атмосфера, потому что в четвертой, как таковой атмосферы, я, в общем-то, не ощущал. То есть я уверен, что она там была, но она гораздо меньше ощущалась, по моим впечатлениям. Здесь, ну, видно, что, в общем, уклон скорее... Такой, в более... Ну, как я уже сказал, более мрачная, короче. Что еще мы видим в этой менюшке? Нет... Заметь, в этой менюшке нет слова «social links». То есть... Но есть слово «party». Ты думаешь, что они запихали просто это одно в другое? Нет. «Party» — это «party». Она и в четвертой персоне была. Это твои четыре чувака, которые с тобой ходят. «Social links» — это другое. Это не значит, скорее всего, это не значит, что они отрезали всю социалку, но, вероятно, это говорит о том, что она будет как-то по-другому работать. Ну, потому что очень много людей, помнится, ну, бесились из-за того, что с третьей части, насколько я слышал, по крайней мере, игра превратилась в такой дейтинг-сим-симулятор с... Дейтинг-сим-симулятор? Ой, херню сказал так, что. Дейтинг-сим с элементами, короче, данжен-кроллера где-то. Ну, а это такие равнозначные части. То есть третья часть — это была дейтинг-сим, а потом... А давайте ночью заберёмся на башню, которая появилась вместо нашей школы. Четвёртая была дейтинг-сим. Ну, и давайте ещё найдём чувака, который убивает людей и вешает их на телеграфные столбы. То есть вот что-то такое было. Здесь как будто бы игра... Ну, по крайней мере, трейлер пытается нам сказать, что это будет всё-таки несколько больше про геймплей, геймплей в плане данжен-кроллера, экшена и всего такого, и меньше про дейтинг-сим. Во всяком случае, мне так кажется. На самом деле, мне кажется, я выдаю сейчас желаемое за действительное. Возможно, я думаю, что да. Хватит, хватит выдавать желаемое за действительное. Примереальность. Примереальность, игра говно. Кот — это новый медведь из четвёртой персоны. Это... Бит-рэйл. Всё, что нужно делать в этой игре — это разговаривать с людьми и выбирать... И сидеть в баре и общаться с котом. Да, да. Это пятая персона для тебя. И выбирать из пяти стульев один. Да. Ну, закончим, пожалуй. Это конкурент. Помимо этого, есть кнопка, которая называется «Кооперейшн». И вот тут действительно, по крайней мере, ту часть интернета, которую наблюдал я, там спекуляции просто посыпались. Я не буду говорить, какую часть интернета в этот момент я наблюдал, потому что... Я не знаю... Нижний интернет. Миджет Порн. Окей. Гайды Dark Souls 2. У тебя две вкладки. Миджет Порн и Гайды Dark Souls 2. Захожу и... Ваня, ты играешь в Dark Souls? Нет. Оу, фак. Надо уходить. Какое-то миджет Порн дерьмо происходит. Кооперейшн в этом контексте может значить, ну, по сути, две вещи, да? То есть, либо это какой-то некоторый онлайн, то есть это... Подожди, мне сейчас в чате пишут, что если я буду жрать пиццу, я растолстею. Слышите? Я ем пиццу уже второй год и абсолютно не толстый. Он одну и ту же пиццу весь год ест, серьезно. То есть, мы сейчас заказали буквально эту же самую пиццу. Я имею в виду не вам решать, что со мной произойдет. Нет. Им решать. Ты должен быть рабом. Блин, это пицца шаверма выглядит как полное дерьмо. Это пицца шаверма выглядит как шаверма. Там есть соленые огурчики. Вот, коту ее и корми. Окей, кооперейшн. Ну. Давай пока остановимся на версии, что это может быть некоторый кооп. Между двумя разными играми. Я не дам тебе пиццу, иди нахер. Спасибо, Жастин. Что, как ты думаешь, можно сделать в персоне в виде коопа? Потому что, как бы, вроде как много всего, но вроде я не могу ничего конкретного придумать. Ничего в плане похода в школу, или вы можете помогать друг другу, ну, списывать друг у друга, потому что это что-то такое. Да. Я очень хочу кооп в персоне, там, знаешь, шпаргалки передавать, вместе в кино ходить, и обижаться, когда ты ходишь вместо друга с НПСами в кино, например. Этого не хватало в серии. То есть, можно, теперь можно ссориться в играх. Дружбы могут разрушаться еще и в играх. Погоди, мы давно с тобой ссоримся в играх. Я имею в виду, когда я творю херню в доте, мы с тобой постоянно ссоримся. Ну да. Так что это не инновация. Но тут ссоримся как бы мы, а там наши персонажи, и мы вместе с ними. То есть, это первая игра, где персонаж может преобладать над реальным человеком. Ну, помимо Ворта Паркрата, я имею в виду. Вот. Второй вариант, на самом деле, ну что еще? То есть, совместные походы в данжи. Да? Но как это будет выглядеть, совместный поход в данжи? У каждого человека своя пати или что? Я имею в виду, если ты даешь своему другу управлять одним из персонажей в твоей пати, то это бессмысленно, потому что, ну, учитывая то, как выглядит бой в персоне, а это походовый режим, и как бы человек будет управлять одним из твоих сопартийцев, это, ну, тупо как-то, я не знаю. Не, может быть, это будет, типа, композитная пати, знаешь, какая-нибудь. Ну, типа, у тебя половина... Ты имеешь в виду, как в, вот этой вот, как-то, RPG-шка, в которой мы с тобой играли, где один человек... Divinity? Да, Divinity, вот, Original Sin. Вот такое что-то ты имеешь в виду? Возможно. Я не услышал, что это был вопрос, поэтому я паузу сделал. А, понятно. Да, возможно. то есть, я сразу дисклеймер, да? Мне не нравится идея о том, что в персоне может быть вообще онлайн. Потому что он был в персоне Голдена, и это было отвратительно. Ну, это не то, что было отвратительно, в персоне Голден мне не нравилась идея, но этот онлайн там был настолько, как бы, несущественен, что можно было пренебречь. Его можно было, по крайней мере, не замечать. Нет, здесь, скорее всего, тоже, но... Извините, но пицца сама себя есть не будет. Это было бы ужасно. Если бы пицца ела сама себя, да, пожалуй. Мне как-то не при... Ну, я не знаю, не то, чтобы она... Ну, мне некомфортна идея какого-то онлайна в персоне, потому что ну, может начаться какая-то параж, честно говоря. Я не знаю. Может начаться Borderlands. Может начаться либо Borderlands. Ну, не знаю, на самом деле, Borderlands-то вряд ли начнется, потому что, ну, будем смотреть прям на откровенную правде в глаза, да, на тему того, что даже если Атлусы задумали, у них была мечта, там, даже сделать персону игрой с коопом, то вряд ли это будет исполнено так, что все остальное станет неиграбельным. Скорее всего, там, если что-то такое есть, то, ну, оно-то... Я не знаю, то есть, этого никогда не было, и у меня... Я не могу это рационализировать четко, но мне почему-то эта идея кажется странной, не очень естественной. Я ощущаю присутствие чего-то онлайнового в Персоне. Персона, это такая... Это очень аутистичная игра, как бы ты сидишь... Аутистичная? Аутистичная. Ну да, потому что она длится хреновых 70 часов, по крайней мере, в моем случае четвертая столько длилась одно прохождение. И как бы, ну, это твое какое-то уже пространство, что ли, персональное. Я не знаю, возможно... Ну, может быть, это будет как-то хорошо, да, потому что, ну, опять-таки, в Dark Souls вроде бы, ну, абсолютный сингл в идее, да, но при этом там есть все эти инвижены, и коопы, и все как-то вот синергизируется вместе. Персон, не знаю. То есть, не знаю, ты как бы, ты так же или ты склонен оценивать, что это скорее, ну, типа... Знаешь, я не готов оценивать что-то, чего я, блин, еще, откровенно говоря, не видел. Не, ну, ты... Потому что, я даже не могу себе представить, понимаешь, я рад оценить, но я не могу себе представить, как туда можно запихать. Да, я тоже. Каким образом. А как следствие, я не могу оценку этому дать, потому что я верю в Атлос. Да, я тоже верю в Атлос. Я верю в то, что они делают, ну, могут делать клевые игры, и я верю, на самом деле, даже и в то, что они могут и онлайн-фичи какие-то клевые сделать. Но как? Я не знаю, я не гейм-дизайнер. Да, ну, вот я просто поделился тем, что сама идея, она, вот, по крайней мере, для меня, ну, так, кринжит меня от нее, короче. Что еще есть в этом меню? Надо двигаться чуть быстрее со всей этой историей. Ну, скилл, айтем, эквип, персона, пати, мишен, систем более-менее очевидно. Что дальше? Следующее окошко на самом деле даже чуть интереснее, чем предыдущее, потому что здесь что-то четко показано. Во-первых, у главного персонажа в этой игре Desert Eagle в руках. Ну, может, не Desert Eagle, но у него ствол. Это Desert Eagle? Да, Ваня говорит, что это Desert Eagle. Это Desert Eagle. Я этот спил на конце, короче, ствола. Я вот этот спил, я узнаю его везде. Да и вообще размеры этого пистолета как бы намекают. Хорошо. Вот. Это раз. Я не могу сказать точно, какой калибр, но это Desert Eagle. Хорошо. И он выглядит клево, я имею в виду. Ну, и сам персонаж с этого ракурса, по крайней мере. Мне вообще протагонист в этой игре мне нравится гораздо больше, чем мне нравится он в четвертой части и сильно больше, чем мне нравится протагонист третьей части. Да, я согласен. Он, на него все уже, кто мог, когда увидели первый трейлер, прицепили очки Гарри Поттера, короче, знаешь, и типа вот такая вот штука была. Нет, тут же он теперь таксидо-маск, короче, у него маска есть. Ну, я не знаю, вот будет ли это маска. У меня такое ощущение, что это место с маской, это чисто такое, знаешь, это такой энкаунтерный. Мы вернемся, давайте про менюшку. То есть я, что хочу, на что обратить внимание. Слот, который называется Weapon и слот, который называется Gun, это два разных слота. То есть, эта пушка, это не эвокер из третьей части, да, это не штука, которой мы вызываем персон. Может быть, это она, но у нее есть какой-то функционал, потому что под нее можно менять. Да, под нее выделен отдельный слот. Это, кстати, список слева, если там есть вопросы, я просто сделал ресерч некоторый, и список слева это имена героев. Это не пункты менюк таковые. Ничего не понимаю. Ничего не важно. Ну, как бы, это имена героев. То есть, видимо, Weapon это мели оружие некоторое. Значит, там будет какая-то динамика в этом смысле геймплей. То есть, надо будет менять, ну, надо будет думать, какое оружие использовать. Или у тебя хотя бы будет выбор, я имею в виду. У меня есть такое соображение на этот счет. Как мы видели в трейлере, там в определенных моментах, там были всяческие перепрыги. Слушай, вообще надо пояснить сначала. Вообще надо пояснить, что мы видели в этом меню в третьей и четвертой персоне, чтобы чат тоже понимал, чтобы люди нас смотрящие тоже понимали, почему мы об этом... А, потому что в третьей и четвертой персоне был только один слот, собственно оружие. Нет, было оружие, был армор, были... В третьей части еще были ботинки, ботинки можно было менять, и был аксессуар, по-моему. То есть это какое-то колечко, чего-то такое. Ну-ка, бижутерия, да. В персоне голден, в четвертой также были костюмы. И, кстати, в третьей тоже, по-моему, в портабл были костюмы. Наверное, ну, не знаю, не готов. Там точно были костюмы, я просто не уверен, как они по слотам разбрасаны. Мужик с бумажным мешком на голове в персоне Казбаш Дээмпютейтер спрашивает. Казбаш Дээмпютейтер. Я... Ты бы хотел... Это мой следующий персонаж в Dark Souls. Я бы не хотел получить инвейджин от человека с подобным ником. Потому что, ну да. Персонаж с мешком на голове, это, видимо, ты имеешь в виду Джокера, и да, Джокер был во второй персоне в Eternal Punishment, по-моему. Джокер и его знаменитый успешный певец брат Бокер. Что? Ну ладно, не важно. Так, я о своем. Я подзависный или шутка, честно говоря. И да, то есть здесь под это вынесен второй слот, и у меня на это соображение такое. Как бы, это может... Это запросто может быть история, что просто да, ты в бою, там обычная же РПГшная персонажская боевка, и ты можешь просто менять миле оружия на пистолет, на дальнобой, ну, огнестрел. Или, как мы видели раньше немного в этом трейлере, там ситуация в том, что, как мы помним, в третьей и в четвертой персоне весь геймплей, за исключением боев с монстрами и за исключением социалки, заключался, ну, просто в физическом перемещении по прямой линии коридора. Здесь какие-то новые есть геймплейные элементы в этом, да, то есть он прыгал, там он укрывался за стенами, он перемещался там от укрытия к укрытию, что-то такое было. Возможно, здесь есть некоторая, там будет некоторая боевка вне ЖРПГшного вот этого вот элемента, возможно, будет какой-то, то есть вот эта пушка, возможно, будет применяться в этих ситуациях, то есть до непосредственного энкаунтера, может быть, она будет что-то там делать, может быть, если ты, там, не знаю, знаешь, может, если ты настреляешь из этой пушки перед энкаунтером, то ты повесишь какой-нибудь дебаф или что-нибудь в этом роде. Мне кажется, это может быть сильный дебаф в его калибр. Мне кажется, это может быть интересным. Ну, дальше что, протектор, ну, сложно сказать. Что такое протектор, не очень понятно, потому что, видимо, это армор. Да, потому что здесь нет слота под армор больше никакого, Клоузос, это, очевидно, костюм, ну, скорее всего. Клоузос, это шапка, короче. Да, аксессори, это аксессори, ну, протектор, это методом исключения, скорее всего, просто что-то защищает. Что-то за место армора, потому что они не называют это армором больше. Меня всегда, на самом деле, напрягало вот это в персоне, вот в третью, четвертую часть. А, да, что ты плейтмейл под рубашкой носишь. Да, да, ты носишь под школьным костюмом гребаные латы. Я имею в виду, это никак не влияет на внешний вид твоего персонажа, раз, и во-вторых, и это вытекает из первого. Никто не задает вопрос. Да, 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 это не палится абсолютно. Я всегда ношу плейтмейл, я имею в виду под пальто. То есть... Ты когда не знаешь, что с тобой может случиться в школьном туалете? Да, особенно мы в России живем. То есть, как бы, я всегда, если я выезжаю в город, я надеваю вот эту пластинчатую броню, я под шапкой прячу шлем. Тоже цельный, знаешь, то есть, как бы, потому что шапка поверх надета, шлема не видно. Никто не замечает, никто не задает вопрос. Даже если это топ-хельм или сахарка. Да, именно так. Абсолютно не видно. И ты абсолютно не звучишь, как... Вот это... О, Господи, люди в чате пишут киберменюшка. Здесь есть люди из Твиттера. О, Господи, только не люди из Твиттера. Собственно, да, но это более-менее самое важное, да, про это меню. То есть, то, что, по крайней мере, зацепило. И как мы только что видели вот в этом маленьком проскочившем окошке с оружием, там, видимо, очень много мечей будет одинаковых или что-то типа того. Посмотри, что происходит здесь. То есть... Мы видим геймплей! Мы видим геймплей... Отличный от... Ну, отличный не в смысле оценочное, да, суждение, а отличный от того, что было в третьей... На самом деле, вот измени здесь немного цвета, измени здесь немного пропорций, и мы видим здесь Dark Souls. Кстати, да. Ты видишь здесь Dark Souls? Я вижу здесь отголоски Dark Souls. Вот слева Саян Найт из второй части. Собственно, интерфейса никакого нет особого. Ну, справа внизу. Ну, да, да. И у него, кстати, маска есть. Возможно, эта маска это вместо очков в четвертой персоне. Может быть, это протектор, прикинь? Японцы же... Может быть! Ваня, мне кажется, ты, знаешь, как это, золотую жилу нашел. Маска, это, возможно, протектор. Возможно, у всех есть маски. Надо, кстати, проверить, у всех есть маски в этом трейлере. Ну, мы там дальше увидим. Смотри, тут прыжки. Платформинг, короче, есть. То есть, это какая-то геймплейная революция локальная для Атласа. Потому что, ну, где мои прямые коридоры как бы в персоне? Что это за ересь? Ну, первая геймплейная революция. Вот, вот эти прыжки, о которых я говорил, да, то есть. Надо... У него ничего в руках... Блин, я извиняюсь. У него вроде ничего в руках нет. У него красные перчатки какие-то. Что вот это за девочка? Меня вот эта девочка очень беспокоит. Это, скорее всего, магазин. Ну, то есть, как бы, оно выглядит как магазин. Банки, Девочка абсолютно выглядит не как магазин. В смысле? Ты объектифицируешь женщин, короче. Для тебя она, в первую очередь, женщина или сотрудник магазина? Она... Появи уважение. Она не сотрудник магазина, она магазин. Ты даешь что-то и получаешь что-то взамен. Там, ты даешь... Ну, в принципе, это то, как все женщины работают. Да! То есть, я имею в виду... На самом деле, мы шутим, Ваня сексист. Ваня действительно так считает. Каждый раз, когда он приезжает, говорит, ненавижу женщин. Короче, хватит быть сексистом. Это даже не круто. И, конечно же, у нас должен быть приятель-дебиль. Потому что в каждой... Ну, если они решили идти в стилистику третьей персоны, да, в этом смысле, то в третьей персоне там был абсолютный приятель-дебил. Да и в четвертой тоже был. Нет, в четвертой... Нет, Йоски классный. Он классный, но он классный только когда он раскрывается полностью как персонаж. До этого... Нет, он дебил. Он норм. Он норм. Нет, ты с ним встречаешься как с другом-дебилом. Так, тут что-то было важно. Кстати, это чувак из Катерины. То есть, это протагонист Катерины, который появляется, видимо, в пятой персоне. Так что, так и дело. магазин пушек называется Military Shop Untouchable. То есть, и судя по бэкграунду, это бар. Это то ли кафешка, то ли еще чего-то, я не знаю. То есть, сложно сказать, но... Ну, я имею в виду, опять же, меня всегда в персоне напрягало то, как легко школьники во втором-третьем классе получают доступ к этому. Сколько тебе лет? 16? Возьми этот свой гандар. Смотри, тут есть что-то, что похоже на кирасу. Или это маска с рогами. То есть, одно из двух. Нет, это выглядит действительно как какой-то power armor. Видимо, все-таки я был не прав по поводу протектора. Собственно... Блин, как это клево, господи, боже мой. Да, то есть, стрельба, он использует в бою пистолеты. Но это, обрати внимание, это похоже на... Ребят, мы очень много времени посвящаем персоне, но мы действительно ее любим, поэтому тем... Ну, мы о чем-то другом тоже поговорим в этом стриме, но терпите. Что? Это выглядит как power attack, то есть, они стреляют все вместе. Это power attack, это когда вы в персоне, как бы, сделаете такую штуку, что все противники лежат на полу, то есть, вы ударили по всем викносам всех противников более-менее одновременно, или по крайней мере последовательно одного... в общем, они все лежат, они все в дизайбре, да. incapacitated, да, я не знаю это слово на русском языке, я опять забываю русский язык, простите, пожалуйста, за английский язык. Обездвижены, обездвижены, да, как-то, короче, они встанутся, пофигу, вот, вы можете сделать такую штуку, что дать своей команде, ну, собственно, приказ атаковать всем вместе разом, и это, обычно это выглядело так, что все твои чуваки вбегают в центр комнаты, да, и там мультяшная такая облачка, мультяшная облачка, там кто-то кого-то бьет, и там эти удары, тыш-тыш, ломай ему хрен, да, такое все комиксовое, короче, прикольное, здесь это выглядит, во-первых, серьезнее, во-вторых, гораздо больше видно, что происходит, и в-третьих, наш протагонист использует слово, опять же, да, из чего стрелял кот, погоди, погоди, это важно, что значит, из чего стрелял кот, что за едиотские вопросы ты задаешь, что абсолютно неважно, это важно, он, у него тоже, по-моему, какой-то, рогатка, он стреляет из, Ваня, это абсолютный комик, релиф, извини, этот кот будет трахать тебе мозги, он стреляет из рогатки, просто, Атлус, пожалуйста, перестаньте быть японцами, переезжайте на Кипр, делайте серьезные игры, ваша мать, что я хочу, на что я хочу обратить внимание, к тому, что мы говорили раньше, все в масках, так что, все еще история, я все еще объектифицирую женщину, в данный момент, нет, ну как можно не, я просто не здесь сейчас, она похожа на не протагониста, а на антагониста, из Катерины, или нет, вот это вот, она на Тусу Купшу, нет, мне не похоже, нет, она не похожа, ну, я к тому, что все в масках, и маски, очевидно, в этой игре будут, ну, как бы имеют функционал, ну, видимо, да, хребаный кот, вот это, кстати, очень стильно, я, ну, видимо, это так выглядит, вот этого лаут атака, кстати, что еще, что важно, да, что, по крайней мере, я, ну, на что я обратил внимание, ну, точнее, если подумать, в третьей и в четвертой персоне, и, в принципе, если подумать во второй, общая проблема, проблематика, скажем так, да, заключалась в том, что почти у всех главных героев есть проблемы, в смысле, психические, да, то есть, там большинство конфликтов построено, по крайней мере, ну, мета таких, да, они построены на том, что главные герои, как бы, не очень себя принимают, да, и вообще, ну, то есть, в четвертой, по крайней мере, да, как это было, Йоске стрёмно, потому что он, ну, то есть, ну, во-первых, там не очень нравится в городе, да, а когда и нравится, ему кажется, что его недооценивают все, то есть, у него по этому поводу он загоняется, у этой самой, у Чия проблема, там, с контролем, там, с еще какой-то фигней, у, ну, у всех есть какие-то проблемы, да, то есть, у этого, у Канжи проблема, то, что он подавляет себе, да, он латентный гей, как бы, и пытается, да, у, блин, у Нао-то проблема с тем, с гендерой, с гендерой, да, она хотела бы быть мальчиком, по многим причинам, но является девочкой. Это, в принципе, трансгендер-френдли игра, четвертая персона. Здесь, вот, судя по, вот, я не знаю, да, можно ли сказать это, вот, прям вот так, как я это говорю, но, производит впечатление, что у этих главных героев таких проблем нет. То есть, ну, они, как это сказать, получают удовольствие от жизни, в общем-то, они катаются на, там, на рельсах, на всяких штуках, на коньках, и, по крайней мере, здесь, то есть, да, здесь есть некоторое настроение от этого, да, то есть, в четвертой персоне, на самом деле, ну, там было, в какой-то момент, у них, они получали удовольствие от процесса, особенно Йоски, да, когда Йоски кастанул, там, что-то, по-моему, по сюжету, там была какая-то ситуация. Когда он получил свою силу изначально. Да, он такой, о, круто! Но это была арка, то есть, это был уже пик арки, да, ну, черктер арка имеется в виду, да, то есть, это был самый пик арки, и после этого пошла на, она пошла как бы на спад. То есть, там конфликт уже разрешился, основной конфликт, и дальше был путь только наверх для этого персонажа, так что, если говорить про их душевные проблемы, они все довольно быстро разрешались, как только появлялся персонаж, и как только персонаж в твою пати попадал, так или иначе. Тут человек спрашивает, сколько еще будет идти подкаст, это важно, но если это важно, потому что, ну, если от этого зависит, там, чья-то жизнь и смерть, то... Я думаю, до 12 часов мы посидим. Не, ну, может быть, скорее всего, даже дольше мы посидим, честно говоря, но посмотрим. Я говорю, больше двух часов лучше не делать, потому что очень тяжело экспортируется эта вещь на YouTube. И если вдруг нам что-то придется здесь отрезать, или что-то еще, это очень-очень-очень долго, и будет большая потеря в качестве. YouTube не указывает нам, что делать, а что нет. Ну, тогда ты будешь заниматься всем этим сам. Конечно, я буду заниматься всем этим сам, кто ОБС настраивал. Ну, то есть, мысль в этом, да, в том, что, либо просто конкретно вот в этом эпизоде они такие, типа, веселые, либо, вот, какая, ну, вот эта проблематика, да, того, что все, все, все в такой, наполовину в депрессии немного поменяется, да, то есть, будет что-то. Более того, тут даже в трейлере есть ситуация, сейчас я отмотаю, это где-то здесь было. Вот это. Это первый день, по-моему. Или нет? Откуда-то у меня в голове есть мысль о том, что вот то, что мы видим в трейлере, это типа первый день игры. Потому что... Сейчас, где здесь дата есть? Я прочитал баннер на мосту, Кавказ-центр. Пора зарязывать. Инварь, февраль, март, апрель. Четвертый месяц, апрель. Все, Persona 3 и Persona 4 начало игры было тоже апрель. Скорее всего, это либо первый день, ну, первый день он приезжает на вокзал, это одиннадцатая, и в этой сцене все еще одиннадцатая. То есть, это первый день. Они ведут себя, как будто они друг друга знают. Ну, кстати, да, то есть, у нас не будет этого стандартного интродакшена в начале, то, что вот этот... То есть, это не ситуация, что... Ты новенький в школе. Новенький в школе, да. То есть, они как бы друг друга знают, и вот, чем они здесь занимаются, да? Ну, помимо того, что они сидят в баре и разговаривают с котом, очевидно, ни у кого нет с этим проблем. То есть... Ну как, у меня есть! Нет, ну у тебя есть, но ты не японец. В Японии имею в виду ты... А, привет, чуваки, привет, Тян, привет, кот. Здорово. Что вам попить принести? Да, пожалуйста, колы, два пакета чипсов. И виск. Да, и виск. Объектификация котов. Котов, да. Хэштег остановить объектификацию котов в гейминге. Огромный стакан с вином закрытый. Это термос для вина, короче. Посмотри, что это за хрень реально? Меня больше всего напрягает... А, это стул. Нет? Да, это стул. Это барный стул. Похоже просто на стакан вина, бокал, но как термос с крышкой. Нет, он в форме бокала вина, а что не так? Ну ладно, просто он не похож ни на один другой стул в этом кафе. Меня больше напрягает форма кота, если это можно так сказать. А что тебя напрягает в форме кота? Я имею в виду, передо мной сейчас сидит представитель семейства кошачьих натуральный, но только немного лысый. Ага. И он вообще не похож на эту хрена в нем. Что он абсолютно... Они абсолютно одинаковые. У этого тела более-менее кота... Ты сейчас серьезно хочешь проанализировать различия этого кота и котов в реальной жизни? Ну понимаешь, мой мозг так работает. Окей, давай я тебя успокою. Смотри, немного раньше, вот буквально здесь, это тот же самый код. Да, он нормальный. Это значит, что есть трансформы в этой игре некоторые. Значит, что этот код может быть таким, каким ты захочешь. Или это значит то, что у этих протагонистов на самом деле проблемы с головой посерьезнее, чем в третьей или четвертой части. Вопрос в том, чем они занимаются здесь. То есть, у них есть здесь карта, у них есть какие-то фотки, и начало этого трейлера очень сильно напоминает ограбление чего-то. Ну да. То есть, это что-то воровское, какая-то воровская движуха происходит здесь. Ну да, я где-то в Твиттере уже читал, что в третьей части это было про всякую паранормальные часы, во второй части это было про расследование убийства, а в третьей части это будет про типа, такое воровская жизнь, короче. Такс лайф. Такс лайф. Персон. То есть, они ведут не совсем легальную деятельность. Ну, либо так, да. Ну, кстати, Игорь здесь вообще, он какой-то особенно крипи, он как будто из Симпсонов. То есть, это лицо Игоря, он в каждой серии персонажа криповее и криповее становится. У него теперь целых две тянь. Как ему это удается серьезно, с таким-то носом? Да, да. Ну и вот, и собственно, будет, можно ли это расценивать как то, что, знаешь, будет в этой игре некоторый GTA элемент, да, где нужно будет хейсты планировать и все такое. К слову, судя по всему, так будет выглядеть социальные интеракции, потому что раньше это было визуальное новелло, помнишь, типа герои появляются. Здесь, это суть, ну, очень похоже на то, что это там, ну, не катсцена, да, на то, что это какая-то история. Это на движке. То есть появляются вот эти вот разрезики с глазами, видимо, для эмоциональной окраски. Они драматичные очень, поэтому я не вижу, насколько это может быть успешно, если это часто происходит. Но, то есть, видимо, так социальный аспект. Кстати, кафе очень похоже на кафе, которое было в Катерине. Но, по-моему, не одно. То есть, ну, вот, по-моему, барная стойка там была другая, немного пространства по-другому, но похоже. Чипсы марки Potatoes. Это правда. Air Guitar. то есть, ну, определенно люди получают удовольствие от Fax Life. А, да, и момент еще такой. Это, это вот вообще, я не при делах, я это где-то прочитал. Потому что это слишком, это слишком задротская история даже для меня. Судя по всему, это латынь, и, это по ходу название грехов. Все. То есть, по ходу здесь, я не видел в этом трейлере ни разу упоминания Таро. Вообще. Но, здесь есть вот эти грехи, более того, смотри, здесь есть слово люксурия, что, по-моему, там, то ли жадность, то ли еще, я не помню. Ну, лакшери, если думать логически, лакшери, да, я вот примерно так же думаю. Но, смотри, Superbia, например, это, кстати, Люксурия Superbia, это игра от Tale of Tales про секс. Я вижу в этом некоторую отсылку. Окей, может быть. Возможно, японцы знают о Tale of Tales. Да, и, ну вот, вот это вот, я могу сказать, и этого кота зовут Люксурия, судя по всему. Люксурия Persona. То есть, этот код Persona. Это немного поднимает вопросы. Да, я имею в виду, во-первых, Persona в реальной жизни. Ну, в смысле как, Тедди тоже был фактически Persona? Тедди не был Persona, Тедди был Тенью. А, вообще Тенью. Да, действительно, Тедди был Тенью. Так что, есть над чем подумать. На самом деле нет, на самом деле это все полное херри, но в смысле... что это... Я имею в виду, нет, это в Dark Souls есть над чем подумать. Здесь, здесь они могут делать с этой вселенной уже, как бы, что угодно. Если вы делаете игру, в которой, вы на полном серьезе говорите, что знаете, на самом деле в сутках не 24 часа, а 25. А 25. Я абсолютно уверен, что это так и есть. Да, и в 25 час все люди превращаются в гробы. Особенно я, я превращаюсь в самый здоровый гроб на районе. Я просто, я просто, я стою такой, я типа гроб, и все остальные гробы такие... этот гроб реально, короче, здоровый. Что за гроб такой? Ну вот, так что, если вы делаете игру про это, или игру про то, где вы можете провалиться внутрь телевизора, и там будет абсолютно другой мир, и если закинуть человека в телевизор, то он через какое-то время умрет, и потом окажется на телеграфном столбе, то ты можешь делать с этой игрой вообще все, что угодно. Уже дальше этого маниакального идиотизма дело не дойдет. Пожалуй, да, но ты же знаешь, это вопрос консистенции... Эти англофобы в чате, как сказать, вопрос... Соответ... Вопрос консистенции, идите в жопу. Вселенной самой себе, да, собственным правилам. То есть, не важно, насколько она идиотична, если она работает внутри своих рамок, то все хорошо, и поэтому она может быть абсолютно идиотской, но... есть рамки, а есть вот это. Я... Это... Рамки устанавливаются внутри произведения. Это рамки размером с твою мамашу. Ну, блин, ну да, мне нравится моя мамаша, как бы, почему бы нет. Кстати, это вот, это отдельная сцена, наполненная эпичностью, по-моему, то есть, что-то здесь очевидно происходит, и посмотри на выражение лица главного... протагониста, да, то есть... какое-то... Да, и, кстати, вот эта штука, как этот огонь распыляется, есть мнение, что это, ну, маска появляется на его лице, да. То есть, вроде бы, этого не показано в трейлере, но... Это выглядит по анимации чисто как вот пробуждение персоны непосредственно. Не, ну да, да, судя по всему, То есть, учитывая его желтые глаза, я могу сказать, что это, скорее всего, ну, не сам протагонист, а его типа вот... Шэдоу. Да, Кстати, может быть желтые глаза, да. Но, знаешь, я вот очень... Мне очень нравится вот такой тип героев, да, с такой ухмылкой, который... Который сейчас собирается, как это сказать по-русски, разносить некоторое дерьмо, и... Ему хорошеет, в принципе, от этой мысли, у него получается такая ухмылка, и это всегда импагарин. Мне вот это нравится хотя бы уже тем, что мы теперь не играем за какого-то либо эмонетика, либо просто чувака... Да! Просто скриншот, знаешь, импактом, когда у меня выйдет новый обзор, импакт, написать заставку, новый обзор. Мне нравится, что вот протагонист здесь явно, как бы он представляет собой нечто большее, чем просто, ну, во-первых, я, типа, первый раз в школе, мне тут ничего не понятно, и так далее. Да, и тут внезапно людей в телек бросать начинают. Ну, да, то есть... Не могу, мне очень нравится вот эта вот история с катанием на коньках. Что конкретно по графике, откровенно говоря, мне вот этот вопрос тоже... Забей. Я знаю, что она просто выйдет на PS4, помимо PS3. Графика? Обычно все персоны выходили, как бы... Последняя великая RPG на консоли. Традиция персоны. JRPG. Последняя великая JRPG, да, на консоли, то есть персона... Ну, 3 и 4, а не Ольга. 3 и 4... Ну, не, там, окей, тогда традицию это называть неправильно, да, но персона 4 это последняя великая JRPG на PS2. Так что... А тут она выходит и на PS3... И на PS4, да. И на PS4 уже. Почему я, собственно... Еще одна причина, я имею в виду, для меня взять PS4 помимо платбора. Да? Ну и Destiny, наверное. Вот. Я хочу найти какой-нибудь кадр, на котором можно расставиться. Не, откровенно вот эта графика внутриигровая, мне она не кажется такой вот тем, что должна делать PS4. Слушай, ты предъявляешь, потому что вспоминай, что было в четвертой персоне, и посмотри на... О, Господи, где же этот кадр-то? Вот этот кадр, на самом деле. Не, на самом деле, это графон чисто Катерина. То есть, это абсолютно Катериновский графон, он выглядит так же у него... Ну, как бы... Ну да, в общем... Да, но Катерина на PS3, а эта на PS4 выйдет. Слушай, ты... Ты PS4-элетист. Теперь, если... Если любая шняга будет выходить на PS4 и на PS3, даже если это будет... ДОЛЖЕН ЛАГАТЬ! ДОЛЖЕН ЛАГАТЬ! ДОЛЖЕН ЛАГАТЬ! На PS3! PS3-ублюдки должны страдать! В ней должен быть графон из космоса, короче. Нет, ну пусть будет разный графон, пусть будет разное количество полигонов, я имею в виду. Да, давайте два разных движка сделаем на одну игру, это же так быстро и легко. Но они же сделали её отдельно под архитектуру PS3 и отдельно под архитектуру на PS4. Что-то мне подсказывает, что портировать с PS3 на PS4 или наоборот не... Как бы... Не так геморройно. Это тебе не новая, как бы, не новую историю сделать. О, мы залагали. Прекрасно. Надо законфирмить, что мы не лагаем. Отпустило. Говорят, что отпустило. На слове лагать. Нам на слове лагать, пошли лаги. Хорошо. Совпадение? Зулин сказал про лаги, и стрим залагал. Совпадение? I don't think so. Это всё иллюминати. Чёртовы иллюминати. Блокирует наш стрим. Да, да, PS3 для богов, да. PS3 действительно для богов? Demon's Souls, вот это вот всё. И PS3 для богов, именно поэтому ты первой своей консоли купил Xbox. Нет, не первой своей консоли, а первой своей консоли седьмого поколения. Да, действительно, я купил Xbox, я уже не помню. А, ну потому что его... С ним что-то незаконное можно было легче делать, но я не знал... Знаешь, как в Adventure Time у Джейка вечная отмазка. Я не знал, что это плохо. То есть, как бы, сейчас я... У меня legal life, так что... Только бесплатные мобо-игры. Ну, понятное дело, что это я сейчас просто придираюсь к трейлеру, и потом, когда она выйдет, и она у меня появится, мне будет абсолютно плевать на то, как выглядит персона, в которую я играю, потому что это персона. Слушай, а ты хотел бы персону с графой из Advanced Warfare какой-нибудь? То есть, с похожей... Даже, ладно, фиг с ней со стилистикой, но вот со всеми этими шейдерами, фларами бесконечными и там ультрадетализацией какой-то. Вот тебе реально этого бы хотелось? Слушай, ну, ты знаешь, шейдеры и флары, это всякая... Это цветастость. Цветастости вот этой вот... Ну, цветастости здесь достаточно. Здесь достаточно. А чёткости картинки не просто реально. Нет, то есть, ты хотел бы, чтобы лица у них выглядели как человеческие, что ли, или что? Потому что, я напоминаю, мы смотрим этот дерьмо в 480. Я хотел бы, чтобы они выглядели, не знаю... Ну, не как человеческие, но... Блин, я хотел бы, чтобы она выглядела как четвёртая. Короче, ты не хочешь, чтобы она выглядела как аниме. Я понял. Не, я на самом деле не против того, чтобы она выглядела как аниме. У меня нет никаких предубеждений. Но это не аниме. Это низкополигональная херня. Где тут низкополигональная херня? Посмотри, это чистое аниме. То есть здесь всё есть. Во-первых, чистое аниме в 2D, а это 3D. Это чистое 3D аниме. Смотри, здесь всё есть. В этой конкретной сцене просто показано. Мелок прилетел в голову. 2D спрайты вылетели из места столкновения мелка и головы. Это супер... Логотип Форчана на капюшоне у Тян спереди нас. То есть прикинь, каково быть этим конкретным школьником. Каждый день, каждый хренов урок, ты видишь перед собой логотип Форчана. То есть рано или поздно... Я имею в виду, это нормальный день для каждого русского школьника. Ну, не, у нас там такой... Логотип вещей, о которых мы не говорим. Кстати, да, мне тут в чате люди говорят, что похоже на... Похоже на Killer's Dead чем-то. Что, в принципе, не так уж удивительно. Потому что Killer's Dead это тоже японская игра. И, ну там, судопись от 1, не судопись от 1, да? Но определенный... Ну, конечно, Killer's Dead она более кислотная. То есть она... Знаете, настолько кислотно, насколько в Person 5 выглядит меню. А она довольно кислотная. Вот в Killer's Dead вообще вся игра выглядит... Вся игра выглядит именно вот так. Вся игра выглядит по степени кислотности так. Поэтому это, конечно, не оно. Ну да, на 3D хентай тоже похоже. Я тоже некоторую Artificial Academy вижу в этом, если вы понимаете, о чем я. Вот. Ну и, собственно, по существу это, наверное, все, как бы, что вот глобально я хотел сказать по поводу этого. То есть я... Я... Hype Train разогнался еще больше. То есть я вижу, что это выглядит как что-то очень хорошее. Hype Train превратился в поезд безумия официально. Да, то есть я не вижу пути, где они... Этот чувак тоже не видит пути. Этот чувак не видит пути и поезд... Черт! То есть, нет. Person 5 это instant win, мне кажется. То есть это такое... Можно предзаказывать и не париться вообще. То есть это должно быть хорошо. Это мое заключение на фоне всего, чего мы только что увидели, посмотрели, сказали. Вот. Ну вернись тогда на нашу заглушку, наверное. Да. Мы очень любим Person, поэтому мы много про нее говорили. Я имею в виду, я когда ни разу не играл ни в одну JRPG в мире, вообще ни разу, у меня не было консолей. Не выходили JRPG в логали. Седьмая выходила. Ну, если мы рассматриваем Final Fantasy как игру вообще... Седьмую, да. Я вообще не представлял себя как человека, которому может понравиться JRPG. Потому что походовая боевка всегда вызывала у меня некоторые вопросы. Я имею в виду, почему они все стоят перед противниками, почему они должны, типа, ждать своего хода, чтобы... Потому что они честные. Да. Вот. Такие вот вещи. То есть Dating Sim никогда не нравилось вот это вот... А во много Dating Sim'ов ты играл? Ну, я представлял себе это так, понимаешь? Я себе это так представлял. Если бы я это так видел, то того, как я с этим столкнулся. То есть ты, по сути, признаешься сейчас всем... Всему количеству человек, которые смотрят трансляцию, что ты предвзятый пидор? Я абсолютно предвзятый. Нет. Но именно поэтому они меня и смотрят. Это мнение. У нас здесь шоу мнений. Мы здесь не объективные мысли высказаны. Я объективен. Я всегда объективен. Эта пицца остыла. Это абсолютно объективная истина. И вот поэтому тебя-то здесь как раз никто и не смотрит. Как это не смотрит? Чат разочарован. Чат пишет Ваня, Ваня, Ваня. До того, как я поиграл... Заткнись, кот! Я пытаюсь сформулировать мысль. А ты и вот этот вот придурок меня... Меня сбиваете. До того, как мне показали персону, я вообще не думал, что я смогу что-то подобное играть. Я не представлял себя человеком, который... Который вот... Может это каким-то образом понимать. Поиграв в персону, имеется в виду спиздев у Витаса по PS2 и... Собственно, по-моему, четвертую часть я играл первым. Я вообще-то загорелся идеей пройти все части. Правда, очень быстро потух, потому что... Ну, я увидел вторую... Потому что они длится по миллиону часов, а вторая выглядит, как Ваня не очень любит игры выглядеть должны. Да. Что ты ищешь? Мне заправка для зажигалки нужна. Дай мне. Моя заправка тебе не подойдет. Это эвфемизм какой-то? Ты уже признался просто. Поэтому я спрашиваю. Продолжай. Такая вот история. И я не люблю консоли, я не люблю дейтинг-симы, я даже не очень люблю JRPG. Но персоны — это вот то, чего жду даже я в этом плане. Я не знаю, почему. Ну, потому что это офигительная игра. Нет, конкретно эту я знаю, почему. Клевый протагонист, Desert Eagle, убить кота. Как бы три вещи, которые... Если в игре можно будет убить кота, то Ваня поставит 10 из 10 просто. 10 персон из 10. Так что вот такая вот ситуация. Все, завязали. Персоны? Да. Ну, в общем-то, да. Давай почитаем немного чат. Да, давайте. Теперь вы, собственно, можете задавать вопросы. А ты, кстати, не проверял твиттер миллион лет уже. Кстати, да, давай-ка я проверю твиттер. Твиттер, твиттер. Так, как у меня здесь работает все? Ваня, поиграй в рандеву с незнакомкой. Поиграй, действительно. Во-первых, иди нахер, во-вторых, я играл. А, окей. Ну, все играли, но она такая не очень, на самом деле, эта игра. Мне не нравится, куда сейчас идет эта трансляция. Нет, во-первых, по сути, это и есть дейтсим. Ну, то есть, там интерактивно... Витас, нет. Витас, я, 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 я стомпен на диск, нет. Право вето на клуб. Право вето на обсуждение рандеву с незнакомкой. Окей, это правило наших стримов. У каждого из нас есть право вето на одну из тем, которые он может в любой момент выислить. Играли ли в клуб нового Айзека? Итак, Ваня... Нет, не играли в клуб нового Айзека. Откровенно говоря, там даже не очень понятно, как активировать. Но нет, не играли, на самом деле надо бы. Я не знаю. Отвеллфа Змаус пишет, что Коап Айзека сосет анивей. Ну, я верю полулитровой мыши в любом случае гораздо больше, чем кому-то ни было еще. Итак, Ваня только что использовал свое право вето на тему про рандеву с незнакомкой. Итак, поговорим теперь о гей-порно. Какое твое... Право вето на... Нет, есть только одно право вето. Кто тебе это сказал? Ну, я только что сказал, а ты типа такой... У меня право вето на то, чтобы было меньше, чем одно право вето. А, чики-бастер. Окей, я почитаю таки твиттер. На самом деле довольно много накапало. Блодборн, да, давайте поговорим про Блодборн. Действительно, я имею в виду, по нему вышло гораздо больше роликов, чем по Парсоне 5. А мы, собственно, про нее даже и не говорили ничего, кроме как на Игромире. Правда? Мы ведь не говорили про Блодборн? Говорили, говорили. Да? Сейчас. Если вы... Я воспользуюсь эфирным временем и прорекламирую тут одно сообщество. Если вы подписаны на Try to Recall Your Name, сообщество, посвященное, собственно, серии Dark Souls вообще, вот, ВКонтакте, я не знаю, какие активисты его делают. Клевое сообщество там. Клевое. Try to Recall Your Name, да, это шат-аут такой, то есть все, кто любит Dark Souls и не знают про это сообщество, я очень рекомендую. Ну, как бы, Try to Recall Your Name и хули на Мандедом. Два сообщества, которые полностью, как бы, описывают всю вселенную Dark Souls, так или иначе. С серьезной стороны и очень серьезной стороны. Вот. И там вот недавно выложили, собственно, очень продолжительный ролик про геймплей в Блодборн, так что вы можете после нашей трансляции зайти и посмотреть. Очень многое становится понятно по тому, как игра чувствуется, как она работает. Предзаказ Блодборн четыре куска? Чего? Серьезно? Серьезно? Вот так санкции, короче. Теперь я понимаю, почему Путин с Меркель, короче, и с Алавным встречались, потому что это уже абсолютно. Я переиграл. Я могу терпеть все, что угодно, но Блодборд за четыре куска? Нет. Я имею в виду, блин, это же даже не выбор покупать ее или нет. Это не выбор абсолютно, в этом и трагедия. То есть ты либо ее покупаешь, либо ты не живешь. Я просто знаю, что я обеднею ровно на эту сумму. Я просто знаю, что... У меня не стоит выбор, как бы... Просто тебе, Фром, просто сказали тебе, сколько денег ты им отдашь через определенный период времени. Сколько времени я буду питаться подошвами от сапог? Я имею в виду, блин, мне отдавать два куска за проездной на месяц, это уже довольно много. И мне даже не очень хочется куда-то ездить. Я хочу... Кот решил совершить свои цены. Кот застрял в жалюзях. Нет, он выбрался. Он свалит сейчас карниз. Так, мы сейчас вернемся. Кот спасен, мы вернулись. Ситуация... Кризис разрешен, о господи. Ситуация, это зонфакт. Вот бы все кризисы так же легко разрешались. Да, да. Просто вынуть кота из жалюзей, да. Владимир Владимирович, что нам делать с ситуацией на Украине? Просто выйти кота из жалюзей. Если вы понимаете о чем. Это кодовое должно быть, даже можно ассоциацией... Это звучит как эвфемизм, звучит хорошая кризис, да. Дрэгонс Догма, не играли. Дип Дон, не играли. Слушай, давай я твиттер почитаю сейчас. Так ты все еще читаешь? Не, я просто подряд буду, я хочу ответить. Потому что там люди нереально много написали. Люди в чате пишут, кота-стров. Ребят, серьезно? Я имею в виду... Аликс Техно спрашивает Играли ли вы в Life is Strange Если да, сказать Нет Пока не успели Очень много всего сейчас выходит Во что мы не играем Кстати да, и во что стоит Тот же Darkest Dungeon, по-моему, он так называется Его хвалят вообще все Я до сих пор не успел на него посмотреть И очень как бы страдаю по этому поводу Так Правда ли, что переговоры Меркель и Путина Ни к чему не привели? Во-первых, Меркель, Оланда и Путина А во-вторых, они собираются встречаться еще раз А значит к чему-то привели Иначе они бы не встречались еще раз Все Да Так, стоит ли играть в Persona 4 Если в Persona 3 Darkest Dungeon тебя поправили, кажется А я что сказал? А ты сказал херню какую-то Бла-бла-бла, отличная игра Да, имею ввиду, ну почти все обзоры По-моему, это именно то, что я сказал Ну прямо Огисама спрашивает Стоит ли играть в Persona 4 Если Persona 3 в принципе понравилась Но основной сюжет показался унылым на ограбождение штампа Да, стоит! В Persona 4 есть сюжет, в отличие от 3 Ну там он есть в большем масштабе Чем давайте заберемся на огромную башню с демоном Ну да, он там как бы В Persona 3 он тоже есть Он просто начинается позже, чем сама игра В Persona 4 он появляется практически сразу же Не знаю, насколько он тебе понравится лично или не понравится Меня он взял и держал 80-90 часов Тут Игорь Пирогов, собственно В четырех твитах изложил краткий рекап всего того, что мы говорили в Persona Но правда раньше, чем это произошло То есть как бы Ну тоже он говорит, что весь трейлер дата Значит это первый день Ну то есть это первый день С этой даты начиналось Persona 2, Persona 4 Если это начало, может предположить, что герои знакомы Social Link не надо поэтому поддерживать в виде теории Ну блин, на самом деле это только теория Потому что Persona всегда выглядит так Игра в Persona всегда выглядит так Что ты по ходу движения по сюжету Ты встречаешь новых персонажей Да, конечно, конечно, это гипотеза как бы Но относительно валидно Не было кнопки Social Link, но не было Финал трейлера намекает, что возможно будет не призыв Persona А превращение в иных, как в Digital Devil Saga Я, собственно, пытался сказать об этом Но у меня вывались слова из головы Да, это именно то, что это напоминает Поэтому это не персоны, в принципе Поэтому это не карты Таро Поэтому это типа грехи, что ли То есть они олицетворяют собой Да, вот в Digital Devil Saga была похожая история Похожая ситуация Они превращались в демонов Ну, герои Но у них там была тема каннибализма То есть они как бы ели своих врагов И получали экспу от этого И это именно то, что происходило То есть там напрямую об этом говорится Там Fox Little Thing спрашивал что-то выше А, да Ваня Витас Что вы думаете о такой куче релизов Анонсом игр по Вархаммер Ничего, никогда не был большим фанатом Ни вселенной, ни серии игр про Вархаммер В принципе Вархаммер сосет Говорит Ваня Да нет Все, кто любит Вархаммер, мусор Даже не люди Это то, что ты пытаешься сказать? Нет, это вообще не то, что я пытаешься Это то, что ты сказал Нет Я пытаюсь быть вежливым Хватит быть таким грубым с людьми Я пытаюсь быть Ты меня переводишь неправильно Я имею в виду Правда, у меня Я не знаю Мне Мне не очень прельщает вселенная В принципе О какой игре речь идет? Вархаммер? Да А как же это? Ну да, вселенная такая, не знаю Мне кажется, если... Не, но давно фор я играл и прошел Помнишь этот От третьего лица Шутан по Вархаммеру? Спейс Марин Потрясающий шутан Обалденный Хороший шутан Но Но Я в результате От спейс Марин Я понял очень важную вещь В какой-то момент Замени там Персонажа На Типа На персонажа Крутого мужика Из любой другой игры Замени там Монстров На Монстров Из любой другой игры Ни хрена не поменяется Вообще ничего не изменится Только то, что есть шанс Что может быть мы будем понимать Что на самом деле происходит Потому что там Игра как будто бы Не то чтобы очень сильно Зависима что ли От своего сеттинга То есть Хотя Откровенно говоря Я не очень внимательно Там определенно Там определенно Перевешивает геймплей Как бы Экспозицию Короче, все равно Любители Вархаммера Сейчас на нас все наедут И скажут, что мы ни хрена Не понимаем вселенную Они прочитали тысячу книг Про ней И там Я прочитал тысячу книг Хоррес и прочее Я забыл их все Они были настолько скучные В чем вообще отличие Между персонами Мегатенами И Девил Сагами Ну, там разный сюжет Там разный сюжет Разный сеттинг Разная история Я имею в виду, если бы вы в школе В персоне съели бы Какого-нибудь ученика Я думаю, к вам были бы Некие вопросы Ну, если бы вы просто В демона превратились Да, в персоне То уже вопросы Блин, пицца Как бы она остыла Но она все еще вкусная Игры по вахе сосут На столке нет В этом смысл Ты знаешь, я играл На столку Одну по вахе Точнее, я наблюдал То, как в нее игра Наблюдал Наблюдал Как бы Процесс Мне это показалось Жутко скучно Я имею в виду Да, наверное Смотреть на любую Игру Как бы На столку Довольно скучно Не принимая в этом участие Но ты же любишь Как бы ДНД Но я Да, но Но у меня есть Как бы алиби Я люблю ДНД В этом плане Я готов смотреть на партии В ДНД А как это совмещается С нелюбовью к Вархамеру? Ну, в смысле Я имею в виду Вы это опять услышали Прошу прощения Секунду Мы прервемся Опять на пару секунд Мы вернулись К нам пришли Некоторое К нам пришло Некоторое количество гостей Поэтому извините За Как это сказать За Коллижен Нойсес Да, но В общем Сейчас все успокоятся Все придут в себя Я тем временем Продолжаю отвечать На вопросы О, господи Вы все Играетесь с ботом Все это время Хватит Очень много людей Поэтому мы Ну, мы относительно Скоро будем заканчивать Но еще не прямо сейчас Есть еще что-то Что я хотел вам рассказать У нас есть еще целых полчаса Ребятки Поэтому давайте Еще поотвечаем На ваши вопросы И да Витас, пожалуйста Запусти слайд-шоу Не-не-не Подожди Я хочу слайд-шоу Ты хочешь слайд-шоу? Да, я хочу слайд-шоу Хорошо Потому что тут как раз В чате ребята В основном хомяшес И еще один человек И ник которого я забыл Не вижу сейчас его в чате Куча людей нарисовал У нас куча всяких Клевых картинок Да, у нас Правда Всей кучи картинок Здесь нет Слайд-шоу Но мы Все равно Ну, в общем История в следующем Мы любим фан-арт Мы любим то, что вы фотошопите Мы любим то, что вы рисуете Потому что Как правило Вы делаете это очень классно Или смешно Так что Продолжайте это делать Мы будем в этих подкастах Теперь, когда мы можем Делать это с видео Показывать так И иногда даже Возможно какие-нибудь Конкурсики устраивать Раз в 25 секунд Картинки будут меняться Вот Я имею в виду Ребята Это охрененно Во-первых Это охрененно Во-вторых Это смешно Во-вторых Это про нас Это здорово На самом деле Когда Это очень приятно На самом деле Я как человеку Который делает Какой-то контент Я не буду сейчас Говорить хороший Плохой Отвратительный Я не понимаю За свой контент Я не понимаю Как Отличная картинка Кстати Я имею в виду Серьезно Когда Как тебя еще Из интернета Не забанили С таким контентом Когда ты Своим контентом Сподвигаешь Других людей Делать Что-то Ну Что-то вообще Во-первых А во-вторых Что-то настолько Ну блин Смешное Интересное Я не знаю Ты просто Ты просто Аттеншн хора Тебе нравится Когда тебя рисуют Да Мне нравится Когда меня рисуют Я не вижу С этим никаких проблем Вообще никаких Ну да Ребята Скорите Ради бога Мы с удовольствием Это посмотрим И будем делать Honorable Mention И вот эту Всю историю Да У нас тут нет Ников Потому что Ну буквально Вот это слайд-шоу Я промотал там Много экранов Стенки нашей группы Вниз И Просто Схватил Первые картинки Которые попались Под руку Это тоже мне нравится Это отлично Ты тут на себя похож Да и ты тоже Похож На меня Все похожи на меня Мне Явно не хватает Пицц Здесь На этой Да Так что Всяческий вот Да Есть Гифка Будет Зулина не слышит Слишком тихо Извиняюсь Ваня Чего ожидаешь От Bloodborne По-моему На этот вопрос В разных Вариантах Ты отвечаешь Я ожидаю от Bloodborne Того что я беднею На 4 куска И еще на 27 Потому что PS4 Не куплен Как это Драг 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 Шекельс Драг Ребята Вываливайте бабло Зулис Влог Вы получите Нихрена Скорее всего В обмен На кикстартер Сделать Возможно Обзор Мы любим бабло Окей К чему-то Это потому что На самом деле Это просто Шутка Он Просто серьезно 27 кусков Я посмотрел На Ситилинке Недавно Сейчас пишут Фигу вам Вот Такая вот История Да То есть Получается Я не умею Материн Areas Одна тысяча просто в окно Просто на то, чтобы Поиграть в одну игру Ну в Destiny скорее всего еще поиграешь Это еще минус там 3 тысячи Да, примерно Вот эту игру я точно покупать не буду Не-не, все кто там в чате, просто я читаю чат Вообще Ну Ваня признался, что пошутил Мы конечно любим донат Но Это абсолютно, как это сказать Добровольная вещь Я уже писал в Твиттере не раз У меня как-то спросили, что вам подарить на Новый Год Я аж опешил на самом деле Какой человек вообще задает такие вопросы Я имею ввиду, блин, ну подарки это хорошо Но это личное дело каждому Не парьтесь по поводу доната Просто если хотите донать Во-первых, мы не производим То количество и то качество контента Я произвожу, я просто не выкладываю У меня очень много контента Наверное, стоит начать Нет, это называется пейсинг, ты не понимаешь Раз в три года нормально, Витас Я тебе уже давно говорил об этом Пора бы уже Так полтора прошло с последнего обзора Мало Два, вообще-то Зима уже почти кончилась Мы Крит снимали позапрошлой зимой Крит? Да Фантом Ассасин? Мой мозг переключился просто Это защитный механизм Что-то, что ему не нравится На что является правдой На что у него нет аргументов Он просто переводится Да Так вот, твой любимый герой в Доте Вообще не парьтесь по поводу По поводу доната и всего подобного Блин, у нас даже нету официального Там нигде не вывешено Официальный Яндекс.Кошелек Там Пейпал Вот эта вся история Бот Наш бот умеет отвечать на вопрос Фаренгейт Слушайте, да, потрясающе Так что, вот такая история Короче, вы поняли про донат У нас слайдшоу уже пошло по кругу Я хочу чё, о чём ещё рассказать У нас есть две темы Стрим будет ещё идти Стой Нет, по поводу доната ещё не всё Но Но мы не будем делать Тому человеку, который прислал Витасу Wii U И тому человеку, который прислал мне на тот момент Половину суммы на PS4 Мы благодарны от всей души Я... У меня есть небольшой алтарь С его лицом Каждое утро Сима видела этот алтарь Она помогала его строить Что это за мужикость? Ты не понимаешь Это... Это чисто, ну, мужское Это между обзорщиком и мужчиной Каждое утро я просыпаюсь Я зажигаю по свечке Рядом с этим алтарём Конечно, ну, по посвечнику там Семь штук Еврейский алтарь И... Я стою на коленях в течение часа и медитирую Окей, это шутка мертва Бортэшоп Потому что, нет, это Wii U Я понимаю просто, что я бы... Я бы купил её, Венчин Но это настолько помогло То есть... Это качество жизни просто До Wii U, после Wii U Это как вот, ребят, смотрите Мне недавно человек в стиме подарил Dying Light Просто взял и подарил игру, собственно Полноценную Ага Типа, типа, тайтл И... Это к тому, что, типа, донат не гарантирует контент А помнишь... На следующий день мы сделали стрим по Dying Light Да, и мы даже не планировали То есть, буквально Ваня такой Эй, давай в кооп Я говорю, давай это постримим У тебя же есть, типа, стрим там Твич, как это всё Шняга работает Я же не знаю Я говорю, да, давай, окей Типа... Ну, то есть Это не было Мы не готовились к этому Полтора года Как обычно мы готовимся К чему-то, что мы делаем Так что, да Ты готов уже к темам Или ещё хочешь денег попросить В завуалированной форме? Не-не-не, всё Хорошо Давай, давай, к важным вещам К важным вещам Итак Знаешь ли ты такую страну, как... Литва? Нет, первый раз слышу Нет, я оттуда, чел Я каждый раз тебе напоминаю Это прибалтийская страна Ты из Латвии? Нет, это две разные страны Это которая, как Швейцария, такой У нас был уровень микрофона Немного вниз подкручен В общем Ситуация в том, что... Сейчас я открою Я просто покажу тебе это И ты всё поймёшь И я покажу И вам всем Вы все это увидите тоже Ну, давай У тебя там звук Так, на что я смотрю? Это трейлер нового сериала Почему мы это смотрим? Смотри Они тоже это слышат? Да, это трейлер нового сериала Да, определенно Я надеюсь Ватпад презент Я в любви с Доттаплеером На юнг-лунисна 9 пм с TV5 О господи Итак, что ты думаешь Как сериальный критик О сериале Я влюблена в игрока В Доту Ну, во-первых Это очевидно фэнтези Причём дарк фэнтези Дарк сол Ставь Ну, по-моему Это отличная идея Я имею в виду Я пока не знаю Почему я ещё не придумал Но Мне просто интересно Смотреть на твоё лицо Это страна Господи Какая же Ребят, напомните, пожалуйста Страну Такой Да нет Я помню, что я из Литвы То ли Сейчас в чате напомнят В какой стране этот сериал У меня вылетело из головы Но Азиатская что-то Да, определенно Нет, это не Корея Это не Корея Я гарантирую Сериал про Доту? Это Филиппина А, Филиппины, вот Спасибо, Дима Каравасович Наш местный Сериальный эксперт Говорит, что это Филиппина Ну Теперь смотри Это сериал про Это Love Story Ну, я влюблена в игрока В Доту Да Что мы видим в этом трейлере То есть завязка сериала Ну, в том, что чувак играет в Доту Сейчас я уберу звук Здесь, чтобы И вот это, в принципе Вы видите реакцию любой девушки Когда она слышит От меня Про то, что я в Доту играю Что? Доту? Это когда ты говоришь Что ты считаешь Что Драгун Найт Это Керри Вот такая реакция У всех женщин И у меня в том числе Ну, в смысле Нет Я не Я Я другое хотел сказать Ты понял? Это шутка вышла Абсолютно Ладно Ваня признал в этот подкаст Что он пидор А я, что я женщина Так что я считаю Что это успешно О, господи Ну, вот посмотри Я, конечно, ожидал Что в главной роли будет Смотри, а это выражение Лица Синиклмена Когда он говорит Что делает Рампагу на Кунке Да, что он, типа Способен это сделать Посмотрите Ты знаешь, как мы скатились Персона 5 Донат Шутки про Доту Это не шутки про Доту Это чертов сериал про Доту Это даже Это обзор на трейлер сериала про Доту Посмотри Вот в этой сцене Это обалденный на самом деле момент Они, судя по всему Играют в Доту То есть он учит ее Ласхитить крипов Или что-то такое делать Но мы явно видим Что клавиатура не перевернута Поэтому это точно не Мипа Это не Мипа Она смотрит на его руку И... То есть я не знаю О чем это должно символизировать То, что... Возможно Твист в том Что она на самом деле Дэнди Или что-то в этом роде Да, да Я как раз хотел сказать То есть я придумал плод-твист для этого сериала На самом деле она про-эльгрок Короче В сборной Филиппин по Доте Это недалекое будущее Когда на Олимпиаду в Сочи Люди будут приезжать со своими лаптопами И играть в Доту А не там бегать По... Как это? По кругу Как это белая херня называется? Снег, да Который за окном идет Вот на таких палках Привязанных к ногам, короче Белый медведь Пингвин Он немного белый Пингвин немного белый Все, хорошо Я не знаю ответа на твой вопрос Отстань от меня Я сказал уже тебе Я не слушал В связи с том, что это мужик Это очевидно Более... Более того... Это очевидно, потому что Она в данный момент не на кухне Да, я пошел туда Мне кажется, ты пошел туда Сейчас Саркисян к нам придет И даст нам виды что-нибудь такое Здесь тоже что-то происходит То есть... Если это... Вот эта конкретная сцена Происходит в реальной боевой ситуации То я вижу только один возможный контекст Для этого То есть оба человека Отвернулись от монитора Что это значит? Это значит, что кто-то из них умер Кто-то из них фиданул Просто как рак И испортил, скорее всего, катку Скорее всего, это битва за руну То есть она такая Что эта женщина с луком, короче Стреляет в меня стрелами Это плохо, да? И почему все серенькое? Что? Что ты делаешь? И он смотрит на нее Такая... Во что я влез, короче? Это же 4К ММР Черт побери Зачем я дал ей свой аккаунт в стипе? Да-да Это как... Как он вчера катку слил, короче Она купила 6 ботинков Да ты какой... Они все даже ржут над ее айтем билдом То есть я чувствую просто возможности завязок в этом Здесь, очевидно, он затащил такие Да, это, собственно, был Cadres International 2014 Когда победили азиаты Какие-то азиаты Какие-то азиаты, да Сейчас они настолько победили, что новый компендум для них придумали Здесь, по-моему, будет... Здесь очень похоже по этому трейлеру, что твист в духе сумерек, да? Где там Эдвард внезапно обнаруживает, что она внимается с Джейсоном Не, он на самом деле просто фармит в лесу Это аллегория А-а-а-а-а Он Энигма И он, короче... Погоди, он Энигма? Да, Эдалонов не видно просто, потому что они пошли на Крипспот Ага Нет, они... Я понимаю, куда ты клонишь, но смотри. То есть чувак из этого кадра пришел фармить лес. Он Энигма. И он видит что? Какие-то два придурка лежат на месте, где должны быть крипы. Они заблочили ему крипспот. Они такие раки. То есть нет крипов, есть игроки только. Это полный отстой. Ну и в общем, песни-пляски. Да, мысль-то в чем? Песни-пляски? Подожди, это индийский сел? Нет, это филиппинский. В принципе можно, я не знаю. Мы не будем еще более расистскими, чем мы уже были. Куда дальше? И главное, песня, которая играет в этом трейлере, она заглавлена. Она тоже называется I'm in love with Dota Player. Я думаю, что это... Мы сделаем официальный... Ну мы попросим права на эту песню. Сделаем официальным саундтреком всего Золинского лога. Песню I'm in love with Dota Player. Исполненной by Шайра Майя и Марк Ньюман. Как история появления этого сериала? Вот это вот слово, которое написано в отпад. Я просто рассказываю это, потому что это довольно интересно. Это интересно как модель. Я, по крайней мере, такого особо... Ну были прецеденты, да? Но не то чтобы часто. Это в отпад. Это, я так понимаю, ресурс в интернете. Или как-то, ну что-то аффилированное с ним. Который, грубо говоря, посвящен фанфикшену. То есть там можно выложить, ну по сути, фанфикшен или просто книжечку, какую-нибудь рассказик, который ты написал. Ну какую-то, короче, самопальную литературу. То есть интернетовский смсд. Ты хочешь сказать, что это сериал по фанфику? Да. Ну как бы это не фанфик, потому что не было никакого source material, ну кроме референса к доте. Внезапно все сообщества по слэшам игроков из Na'Vi ВКонтакте начинают иметь смысл. Я... Ты тоже читаешь слэши, да, про Na'Vi? Нет, я только в Твиттере это один раз увидел, и мои глаза выпали. А, не ври, ты читаешь их каждую ночь перед сном, я знаю. Нет, я не читаю. Я был у тебя дома, ты ушел, короче, в ванную куда-то, я открыл, и у тебя было полный хром вкладок. Просто там, о, Дэнди сам, покажите мне, как стоять на меде, пошли, фаник. Теплые руки фаником. Теплый пальцем. Да, и в общем смысл в том, что этот ресурс, он экранизирует, ну там с инвестициями, со всей фигней, но они экранизируют наиболее какие-то выдающиеся произведения своих авторов. Это ад. И это вроде как не первый или не последний как бы случай. То есть, помимо I'm in love with Dota Player, будут еще сериалы в духе, знаешь, там, I, I, там, I donated, там, to LOL, там, I, I, нет, знаешь, как, I accidentally slept with a LOL guy. Там, I played Heroes of the Storm and committed suicide. То есть, я вот хотел бы такой сериал, потому что это как я чувствовал примерно себя. Я купил подписку на World of Warcraft при выходе про... И ничего не изменилось. И ничего не изменилось. Это драма. Я вижу очень большие перспективы из этой фигни, честно говоря. Вот. Кстати, по... Да, чат, кое-что, чего вы абсолютно не ожидали на нашем канале, я подозреваю. По Зулинсвлогу ведь тоже можно много фанфикшн написать и сериал снять. Как тебе такая идея? Ну и не обязательно... Если я увижу на следующий день в группе. Объявляю конкурс на лучший фанфикшн про меня и Ваню. Или не про меня и Ваню, про что-то, связанное с Зулинсвлогом. Это может быть короткий рассказ, это может быть длинный роман. Но, скорее всего, это будет короткий рассказ. Хотя бы глава, да? Присылайте Ване в личку. Или мне на почту, моя почта указана в Твиттере. И обязательно не забудьте обратный адрес. Да, не забудьте указать, где вы живете. В следующий раз, когда мы будем делать этот... Чтобы я мог вас поздравить и отблагодарить. В следующий раз, когда у нас будет этот подкаст, я зачитаю самые вкусные, пикантные цитаты из этих фанфиков. И это будет такой своеобразный конкурс. Вы получите, скорее всего, нифига в виде награды. Но все призываются на такие вот дела. Следующая история. Собственно, последняя, которую я подготовил, но она тоже интересная. Да, у нас 4 минуты осталось. О, черт! О, боже! Так, быстро, что у меня было. Да. История такая, что... В самом начале... Точнее, блин, нет. Тут у меня просто две истории про Близзард и про Лол. Какую из них ты хочешь? Я думаю, про Близзард интереснее. Близзард и лесбиянки в Лоле. О, Близзард. Это неожиданный ответ. Я имею в виду, я интересуюсь лесбиянками, отлично, когда я один. Ага, окей. Окей. Тут спрашивают, по какой книге я учился играть на гитаре. Я учился играть на гитаре по книге «Гитара для чайников». Я не шучу даже, она так называлась. Да, и Близзард. История в том, что Близзард начали... Вообще, когда я звоню Ване, я говорю, эй, давай, типа, делать подкаст очередной, о чем мы будем говорить. Ну, там, о том, о сём, вот, лесбиянки в Лоле есть. И я объяснял Ване, как бы, что я хочу, как я хочу, чтобы подкаст выглядел. И мы условились, что мы не будем лезть в политику. Да, мы будем держаться подальше от всей оппозиционной движухи, от Крыма, от Путина. От всего такого, потому что, ну... Потому что какой здоровый человек не хочет держаться подальше от Путина, ну правда. Да. Ну, это да. Но я имею в виду, всё равно никому ничего не докажешь. И единственное, что из этого получится, это, ну, хрень. То есть все будут ругаться, в комментах будет срач. Да, мы будем ругаться с чатом. Мы чату ничего не докажем, чат ничего не докажет нам. Да, да, да. Кому это надо? Действительно, вот. Я имею в виду, если вам нравится такое, идите на сайт Эхо Москвы и пишите там в комменты. Потому что, видимо, вы такой человек. Так вот, сказав об этом, новость в следующем. Blizzard начала блокировать аккаунты в Баттлнете в Крыме. А, в Крыму. В Крыму. Ну, на самом деле, да. То есть мы первый же сразу Крым. Итак. Да, да. Нет, я прекрасно понимаю, на самом деле, Blizzard. Прекрасно понимаю. Во-первых, они не первые. Если для вас это новость, то не они первые. Потому что относительно недавно App Store заблокировал любые... Так, по-моему, там вообще не только App Store, там Apple в целом. Очень много компаний вышли из Крыма. В Стиме, по-моему, теперь нельзя игры в Крыму покупать. Или что-то типа того. Мне нужен конферн. Слушай, я не знаю по поводу этого, потому что здесь вот чувак в чате пишет, что он из Крыма, и аккаунт в Вове работает, в принципе, и что-то делать не так. Так что, может быть, это не глобально. Но это происходит. Ну, видимо, это происходит. У меня есть пруф на эту тему, просто... Это не он. Нет, это не он. Вот он. Да. Это картинка, которую многие из вас в интернете видели. Это ответ технической поддержки Blizzard. Девушки, кстати. У девушки с батлнетами, мне кажется, это отдельная каста должна быть какая-то. То есть, если... У нас в гильдии играет много женщин, оказывается. Я, как бы, больше про StarCraft думаю. То есть, я... А, ну, понятно. Да. Лesser Биннин, конечно. Сказал человек просто, которого на пятой минуте с Зерграшем принесли. Я имею в виду, если девушка играет в StarCraft, это значит, что ей не нужен мужчина. Она автоматически для меня интересна. В смысле? А если у нее АПМ, там, 300 в минуту, например? Ей вообще никто не нужен для этого, ты понимаешь? Ты представляешь, какие у нее руки, ну, типа, тренированные? Я вообще не хочу туда ходить сейчас. Женщина с золотыми руками. 300 АПМ, Ваня, 300 АПМ! Что? О чем ты? Сколько АПМ-то? Так вот. Собственно, Зоя Беливанцева, видимо, написала в Blizzard что-то типа, эй, почему мой аккаунт не работает или что-то в этом роде? На что Blizzard ответили, что, собственно, компания Blizzard обязана предпринимать подобные меры для, там, юридического. Короче, санкции. То есть весь этот абзац можно было заменить просто, здравствуйте, санкции. Да, и эту историю можно рассматривать с двух сторон. Можно рассматривать с идиотической точки зрения. Злобный Blizzard, короче, хочет всем насолить. Это его подкупил Обама. Я точно по факту знаю, что его лично подкупил Обама. Пришел Обама, говорит, эй, Blizzard. Дал денег Blizzard, ну, наверное, он вовыгранец. Мне нужен персонаж сотого левела с пройденным Дренором и еще отключите Крым. Да, я... и, в общем, ну, то есть, что-то про республиканцев еще было. Я имею в виду с электричками-то у него не получилось, надо было... Да, он пытался отключить электрички. А где это было? В... В Вологодской области. Да, что-то такое. И вот там тоже Обама. В Вологодской области России. Вот в последний момент пришел Владимир Владимирович, который плюс 15 к лайфстилу ауру, имею в виду, не президент, и сказал, что верните электрички. И электрички вернули, спасибо. Одну треть, правда. Кого волнует? Там вообще никто не живет. А где там электрички вообще нужны? Ну, правда. Ну, правда, действительно. Расселить нафиг. Вот. Ну, и как бы здесь... А можно смотреть на эту историю с другой точки зрения? Вообще, американские законы так работают. Они работают. Если ты не выполняешь что-то, что, собственно, как должно быть по закону, твою компанию закрывают. Да? Да. Погоди, погоди. Ты... то, что ты говоришь, не делает для меня никакого смысла. Нет, понимаешь, ты нарушаешь закон. И что теперь? Все нарушают закон? Нет. Как нет? Ты наруш... Мы, возможно, нарушили множество законов просто в течение этих двух часов. Мы находимся в особом пространстве. В... В особом пространстве, где... Там, я чувствую слово... Префикс квази должен быть где-то, чтобы казалось, что мы умнее, чем мы есть на самом деле. Квази пространство. В квази пространство. В квасе пространство. В квасе пространство. В котором не все законы работают. В квасе пространство. Кваса пространство. Хештаг. Так. И у нас это не совсем так. У них это так. Бедные люди вынуждены выполнять идиотские законы, по которым они не имеют права оперировать крутыми своими компаниями с миллиардами долларов. Погоди, ты же сказал, что они бедные. Они бедные не... У них нет миллиарда долларов. Они бедные в плане морально бедные. А, то есть они... Ну, как это они? Бездуховные. Они там гамбургеры, бездуховные. Гамбургеры, фу. Хочу гамбургеры. Геи, вот эта вся вот пара. Гамбургеры, геи, педофилия, что еще? Что еще? Распятые мальчики. Распятые, да. Что? В принципе, и геи, и педофилия. Ну, геи, и педофилия, это одно и то же, мы знаем это. Тебе-то не знать, вот то есть, ты уже признался. Поправляй меня. О, и... Не все можно поправить. Не все поправимо. Некоторые вещи поправить нельзя. Продолжай. По-моему, ты потерял мысль. По-моему, ты меня с нее сбил. Нет, ты в квасопространстве. Да, и... Поэтому бедный Близзард, ему приходится идти на вот такие вот уступки, отключать, собственно, большую аудиторию. А в Крыму наверняка сидит очень много людей, которые играют в World of Warcraft, там, вот эта вот вся история, от своих сервисов. С точки зрения гейминга это довольно печально, потому что, ну, люди не смогут играть в игры хорошие. Теперь смотри, уточняющий вопрос. Вот человек только что, я не знаю, я не уверен, насколько он искренен, насколько он из Крыма, но он... Я, в принципе, склонен верить людям изначально. То есть, он пишет, что у него все работает. То есть, у него есть аккаунт в Warcraft, и он типа из Крыма. И, ну, наверняка это так, наверняка. То есть, это не было такой, знаешь, просто вайп вообще всего. Значит ли это, что они такие игнорируют в какой-то степени закон? Ну, то есть, насколько это для них statement, message, русский, приведи мне пример. Это русский запятая, приведи мне слово, которое я ищу. Насколько это, короче, message, который вот Blizzard хочет передать. То есть, насколько Blizzard этим действием говорит, что да, мы поддерживаем там политическую какую-то тему. Они не могут ее поддерживать или не поддерживать, у них нет такого выбора. У них нет выбора. То есть, ты веришь, и это я не в ироническом смысле говорю, я действительно спрашиваю. Ты действительно веришь в то, что если бы они этого не делали, то Blizzard закрыли. Или у них были бы серьезные проблемы. Я не знаю, закрыли бы его, но у них точно были бы серьезные проблемы. И заливанием бабла в данном случае не спасло бы. Это было бы долго, это было бы нудно. Но так как суды у них работают, а суды у них работают довольно непредвзято. Ну, момент. В отличие от полицейской системы, например. Тут тоже надо сказать, что мы не идеализируем, да, мы просто признаем некоторые вещи, которые есть. Потому что у них... У них были бы гигантские штрафы. То есть, у них по факту стоит, наверное, у них по факту стоит выбор. Типа терять деньги, либо терять базу. Да, вы либо теряете деньги, либо теряете деньги, на самом деле. Ну, в общем, да, это два стула. Они просто посмотрели, где они денег потеряют меньше. И они выбрали перекрыть краник, да, грубо говоря. Но у кого-то, да, у кого-то, видимо, не отключили. Возможно, временно. Может быть, вообще это утка. Ну, вообще, то есть, ну, утка это или не утка, да, но... С другой стороны, это в пользу того, что это не утка, говорит то, что, ну, App Store, Steam, PayPal, вот это вот... Ну, да, то есть, как бы, определён, даже если это, типа, как бы, неправда, но всё равно что-то подобное, какие-то вещи происходят. И, в принципе, это пример то, как политика проникает в игры и в наше пространство, которое мы, в общем, оно достаточно вакуумное. Да, если бы, если бы вдруг считали, что это никак не происходит, то просто зайдите в магазин компьютерных игр и посмотрите, сколько стоит предзаказ. А есть магазины компьютерных игр до сих пор? Да. Я думал, всё уже в интернете покупают. Нет, давайте цифры, вот это вот вся история. Контекстная реклама. Да. Безумен, что так? Да. Бесплатная. Там, юмор, цифилин, вся история. Хватит это делать, ты сейчас... Когда ты же забьёшь много брендов, это не реклама. Да? Да. Самсунг, Сони... Как твоя сигарета называется? I-Just... Что? Твоя сигарета называется... Ваня, электронная сигарета называется I-Just D16. Да. D16. 16-гранная сигарета. Те не надо. Окей. На самом деле, фирма Елив, если кого-то интересует. Елив, да. Да, ну и, собственно, как бы вот такая история. Я не знаю, то есть, конечно, как и со всей остальной ситуацией, у меня только одно соображение глобальное на этот счёт, что неплохо бы, чтобы это поскорее нахрен закончилось, и все нормально обратно смогли там везде регистрироваться, играть во все игры и покупать iPhone. Я мог бы покупать Bloodborne за 2700, а не за 4000, пожалуйста. А, кстати, это только в России 4000 или везде? Слушай, ну я думаю, что они всё ещё охренели по своей ценовой политике, да? Но, с другой стороны, я вижу, насколько, в принципе, выросла цена на консоли. Я мог купить PS4 за 22 пуска. Сейчас 27, и это далеко не предел. Оно собирается подняться повыше, насколько мне подсказали в ситилинке. Это знаешь, как... Ага, то есть, у тебя типа инсайт-информация. Это знаешь, как ты просто... Мы говорим о том, что Bloodborne стоит практически в два раза дороже, чем мы ожидали. Но Dark Souls тоже стоит в два раза дороже, чем мы ожидали, потому что Scholar of the Third Sin придётся покупать ещё раз. То есть, цифра 2 в названии Dark Souls говорит, что ты купишь её два раза, сраный гайзер. Ой, люди пишут, что купят мне Bloodborne. Я тоже хочу Bloodborne, ну ладно. Тебе нужно сначала на PS4. Да, мне PS4, пожалуйста, сначала надо. Ну ладно, был у нас период, когда Ваня у меня гонять PS2 брал, я возьму у Вани погонять PS4. Будут у тебя, будет у тебя, наверное, бабло на PS4. Да будет, будет я это самое. Когда-нибудь. Да, ну на PS4 есть, на PS4 будет. Так что ждите летсплея на Bloodborne в 2025 году. Закончив в 2035. Да, я, конечно, немного расстроен, что не то, чтобы у нас прям осталось... Ну как, у нас техническое время не ограничено, да, но... Слушай, мы уже вещаем два часа. Да, надо потихоньку закругляться, мы ещё сейчас почитаем чаты, пытаюсь найти. А вот, тему про лесбиянок в Лоле и трансгендеров, это, конечно... Я вкратце перескажу, потому что это, ну это прикольно просто. Ты не умеешь вкратце, но попробуй. Не, вкратце, то есть... Есть в League of Legends женская лига. То есть турнир для женщин специальный. Для девушек там, для вот этого всего. И там играют только девушки. И эта вот федерация, короче, вот этой конкретной ветки вот этого конкретного электронного спорта выпустили бумагу, в которой было написано, что трансгендеры и гоносексуалисты, ну, как бы вроде как лесбиянки имеются в виду, потому что я сомневаюсь, что есть геи в женских командах. Ну что они, в общем, дают команде нечестное преимущество? Я не знаю почему. Может быть считается, что, типа, женщина-трансгендер играет как мужчина в лол, или что? Мужчины играют лучше, чем... Ну, может быть, они играют лучше, я не знаю. Но, по-моему, это работает как-то не так, да? То есть, как бы, мне кажется, что преимущество слегка преувеличено. Какая-то эта... Мне вообще кажется, на самом деле, что вот вся эта история с женской лигой, обычной лигой, да? Или, может, теперь ее надо называть мужской лигой, я не знаю. Ее надо называть женоненавистнической лигой, сексистской лигой. Сексистская лига и женская лига. Сексистская лига и женщина. Это все полный бред. Почему? Подожди, это полный бред в электрическом спорте или во всем спорте? Во всем спорте, в принципе. Так. Но, хотя, наверное, в обычном спорте я мало знаю про обычный спорт. Погоди, то есть ты, в принципе, не против, чтобы там в волейбол, например, играли и мужчины, и женщины друг против друга? В волейбол может быть... Нет, я говорю про обычный спорт, я не уверен. Потому что из-за наших разных комплекций, из-за физической силы... Да, у нас определенно просто обычный спорт, он про физическую силу в основном и про... Или про выносливость. И про выносливость и все такое, а ну... А кибер-то спорт при чем? Ну... Почему здесь должно быть деление? Я не знаю. Мне кажется, что это просто идиотское наследование, вот наследование мема идиотского. Какого мема? Ну, точнее, хорошего мема в плане... Хорошего мема в плане того, что спорт женский и мужской должен быть разделен, но это каким-то образом перекочевало в киберспорт, и там почему-то решили сделать то же самое. Не, ну может быть, в принципе, то есть может быть было и так. Есть пример, кстати, вида спорта, который, собственно, спорт, и при этом он тоже разделен по правовому признаку, хотя не то, чтобы там важна физическая сила или что-то такое. Учитывая, что это говорит Дима Карабацкий, это гонки. Нет. Нет? Гонки не разделены, кстати. Там мужчины и женщины гоняются в одних лигах. Это пулевая стрельба, например. При этом, когда ее делили, не сказал бы, что женщины там были хуже. Ее делили потому, что женщины были лучше. А, не, ну это все равно, видишь, одна сторона лучше другой. Ну да, но там нет физической силы. И вот к этому, это не физические изначальные возможности. Стрелять хорошо может и мужчина, и женщина. Ну в принципе да, и как бы мое прохождение Science Row это подтверждает. Но, ну то есть, какая за этим может быть логика, кроме того, что, ну то есть, понятно, что это разделение, попытка разделения по скиллу, да, что типа, есть как бы представление, возможно, немного сексистское, да, что... И тут мы выступаем полностью на стороне людей, которые как бы... Да, да, мы феминистки в этом плане с Ваней. То есть, мы, мы... Я считаю, да, мое мнение такое, что единственный... По крайней мере, да, я не знаю, как в лоу, может быть... Может быть, в турнирах в лоу учитывается донат. Знаешь, может быть. Тогда, наверное. Но, в целом, я считаю, что просто скилл зависит от опыта. То есть, я не думаю, что есть какой-то гендерный лимит, который сдерживает рост твоего скилла в доте, например. У меня есть очень хороший пример. Так. У меня есть подписчица в твиттере, и я на нее подписан, она меня взаимно фолловит. Тут пишут в чате, больше Караваева. Караваев! Караваев! Есть подписчица, короче, да. По-моему, у нее никнейм читается как Джей Нуар, что-то такое. Мы с ней как-то играли в доту. Просто. Так. Я не помню, кто там, кто позвал кого, наплевать. Я понял, во время этой игры, я понял, что я не то что плохо играю, По сравнению с ней, я ничто вообще. Так какой у нее ММР-то? Ну, там, что-то за 4 куска, короче, походно. А, за 4 куска ММР-у, конечно. Я просто, я не знаю эту игру. Не то что я не умею в ней играть, я к ней как будто бы даже никогда не прикасался. И как только я это осознал, я начал еще и хуже играть. То есть, настолько плохого сайленсера, насколько был в той катке, у меня не было, по-моему, никогда. У тебя было, знаешь, когда трон упал, у тебя было два украденных интеллекта. Да, у меня было там... У тебя украли интеллект! Во-первых, у меня... У тебя украл интеллект Акс! У меня украли не только интеллект, но еще и все айтемы. Да, да. Просто своя команда отхерачила тебя ногами, забрали твой айтем. Так что, вот такая вот история. Это полный бред. Слушай, я извиняюсь, но тут просто в чате пишут больше караваев. И теперь это стало совсем редикулос. И внезапно это такие про продуктовые санкции. Я больше не могу, кажется. Все, мы больше не можем, вы, наверное, тоже уже больше не можете выносить этот бред, который мы тут гнали в течение двух часов. Ну, что тут пишут в чате, вот, например, Фокси Литл Синк пишет, что моя девушка делает меня в цивилизацию. Хотя я играю в серию с первой части, а только год в пятую часть. Но, на самом деле, конкретно про цивилизацию, я имею в виду, тут абсолютно нет разницы мужчины ты или женщины в этом плане. Просто пятая цивилизация сильно отличается от предыдущих всех, поэтому, наверное, не то чтобы твой скилл конкретно на что-то влиял здесь. Я плохо понимаю в цивилизации, поэтому никак не могу прокомментировать. Но меня спрашивают, какой у меня ММР. И у меня 2600 соло ММР. И я, ну, я плохо в связи с этим. Но я не могу из него выбраться, потому что каждый раз, когда я поднимаю ММР, это только моя заслуга. То есть, реально, вся тима ничего не делает. Я пикаю что-нибудь крутое, вроде Наги Сирены, и соло выигрываю игру. Когда я пикаю, например, саппорта, и отыгрываю идеального саппорта, знаешь, покупаю варды по КД, короче, там... Кура на третьей минуте. Кура на третьей минуте тайминговая. Обычная Кура не летающая. Ну да, нет, у меня летающая Кура на третьей минуте. А, нет, подожди, у меня летающая Кура на первой минуте. Я настолько крутой саппорт. То есть, мне шопкипер говорит, что, типа, item is out of stock. Я говорю, болшет! Ты просто применяешь на него свой скилл Бартер. Да, да, да. Пикируешь шесть двадцаток, и... Да, прокает крит, короче, у нас есть. Вот, прокает крит, я покупаю Куру на второй минуте. И, в общем, и вся команда виновата в том, что мы проигрываем. Поэтому у меня есть гипотеза, да, о том, что... Ну, у меня есть два соображения. На этот счет размящийся, да? То есть, с одной стороны, вроде как, у меня есть какое-то внутреннее ощущение, что я заслуживаю большего ММР, чем имею. Но, с другой стороны, есть некое понимание того, что, наверное, если у меня ММР не поднимается и не падает, наверное, это тот ММР, который я заслуживаю. Но с этим жить немного менее комфортно. У меня есть такое предположение, что ММР это не совсем объективная просто составляющая игры. Наверное. Я имею в виду, в игре, где, как бы, пять человек сражаются против пятерых человек, и все имеют... Ну, все... У каждого человека может быть не его деньги, да, просто. А страдают из-за этого все. И всем дают одинаковое пенальти за проигрыш. И одинаковую надбавку за выигрыш. Не важно, насколько ты конкретно положился в этом плане. И я знаю, что в такой игре, как Дота, посчитать конкретно твой вклад в победу практически невозможно, потому что, ну, понятно, у кого там киллов будет больше у керри, асистов больше у саппорта, и саппорт поставит больше всего вардов. То есть это невозможно посчитать, это не подается какому-то калькулусу. Исчисление. Исчисление. Спасибо большое. Не вопрос русский. Так что, мне кажется, что цифры чаще игры портят. Особенно цифры, которые, ну, которые не отвечают за твой, там, дефенс или параметр атаки. Я имею в виду это. Цифры, которые каким-то образом пытаются тебя обозначить, идентифицировать как личность. Цифры пытаются, короче, Valve пытаются загнать тебя в рамки. И тебе не нравится быть в рамках. Но это же рамки Гейба, они такие классные. То есть тебе... Гейб большой, рамки большие. Гейб большой, практически плюшевый, мягкий и тёплый. Каждый раз, когда у тебя отнимают 25 ммр, чувствуй, как будто... Ну, то есть вспоминай сразу, что Гейб перед дотой говорит, что у всех бывают плохие игры, там. Не расстраивайтесь, короче. Прям чувствуешь, как будто большой тёплый Гейб обнимает тебя и скидку даёт. Хорошо становится. На душе. Приятно. Вот чё я думаю. Не, на самом деле, поэтому мне нравится Старкрафт. Ты просто говорил про степень ответственности каждого конкретного игрока за слитую катку целиком. Поэтому мне нравится Старкрафт тем, что... Ну, по крайней мере, в ситуации 1-1, да, 1 versus 1, это всегда твой проигрыш или твой выигрыш. Поэтому удовольствие от выигрыша у меня, по крайней мере, в Старкрафте больше, чем удовольствие от выигрыша. Ну, не всегда, как бы, да, там, зависит, но... Зависит от того, насколько ты хочешь учиться и насколько ты поддаёшься обучению в корейские стратегии. Да. Ну, то есть... Старкрафт, вместе с этим, он, конечно, сложнее. Ну, по крайней мере, для меня, да, то есть... Больше ответственности? Больше. Он очень быстрый. То есть, я говорю, у меня был период, я очень много играл в Старкрафт. Я, там, ну, я понимаю, что это, как бы, всё ещё нубское, то есть, там, там немного другой матчмейкинг, чем в Доте, да, там, система лиг, там, бронзовая, серебряная, золотая, платиновая и так далее. Лиги. Я дошёл от нуля, от абсолютного нуля, то есть, я буквально ни хрена не умел в Старкрафте. За, там, буквально месяц я дошёл до золотой лиги, до первого места в золотой лиге. И, ну, в своём, как бы, в своём дивизионе, да. И мне было просто охренительно от того, ну, вот, какое ощущение в связи с этим у меня было. При том, что я понимаю, что золотая лига, это всё ещё довольно, ну, такое дно. То есть, настоящий, как бы, Competitive Play, там, начинается, с, так сказать, там, мастер-лиг, там, вообще, да. Даже не на Даймонде, там? Я, я плохо, я плохо знаю, что там после Голд, потому что я никогда там не был. Вот, но, тем не менее, да, то есть, там страшно, там очень быстро, там надо, это, ну, действительно, когда у тебя там 300 АПМ, тогда ты эффективен, да, это вот, в принципе, скраб. Там, там ошибка, знаешь, построить какое-то конкретное здание на 20 секунд позже, чем надо, на 10 секунд позже, чем надо, может стоить тебе игры. И вот именно поэтому StarCraft мне не нравится. Ну, да, я понимаю, почему. Там, из таких вот реал-тайм стратегий, да, стратегий в реальном времени, мне гораздо больше нравится, вот, именно один на один, два на два играть, мне гораздо больше в этом плане нравится, очень, относительно старая уже Company of Heroes первая, о которой я говорил. Она такая медленная, вдумчивая такая, знаешь, и там, правда, очень много RNG вот этого идиотского, Random Number Generator. То есть там иногда, когда один взвод стреляет в другой взвод, не всегда понятно, почему один превалирует над другим. Но там более-менее все работает так, как ты себе представляешь, оно будет работать. Солдаты не могут уничтожить танк, танк плохо справляется, там, с пехотой, у которой есть какие-то меры против танка, если они сидят в каком-то укрытии, окопе, траншеи, там еще что-то. Там есть своя мета, там, то есть, если думаете, что это игра, в которой мета нет, она там есть, там можно блокировать проходы танковыми ежами так, что сквозь них не может пройти даже пехота. То есть там она просто медленнее, она вдумчивее, там больше мыслей и меньше АПМ. В Старкрафте немножко наоборот. Ну да. То есть тут уже как бы выбирайте сами. На этой примерно мы будем ноте заканчивать, я думаю. Напоминаю вам про то, что конкурс, неофициальный конкурс фанфикшена, связанного с Зулин с влогом, до следующей недели, когда мы планируем сделать следующий подобный подкаст, присылайте. Нет, абсолютно не обязательно будет следующая неделя, ребят, серьезно, мы оба там относительно работаем. Я буду целиться на следующую неделю, то есть в район следующих выходных. Но это не значит, что это прям вот 100% все что угодно может произойти. Да, мы пока не объявляем, да, не объявляем совсем супер, да, но я, ну в общем, 60%. Окей. Фанфикшен, рисуйте картиночки, запись будет, мы выложим этот эфир в YouTube. Ну, во-первых, на твиче она будет сразу же, но в YouTube она будет чуть позже. Да. Собственно говоря, примерно все это был Зулин с влог, подкаст Революциус и Зулин здесь. Играйте в хорошие игры, там, не знаю, что еще. Persona 5 ждите. Ждите Persona 5. Persona 5 вас ждет, и вы ее ждите. Классо пространство.